Глава шестая В первые дни февраля 1895 года лорд Куинсбери, проходя утром по Кинг-стрит, увидел у входа в театр Сент-Джеймс свежую афишу, извещавшую о новой комедии Оскара Уэльда, премьера которой была назначена через неделю. Он дождался открытия кассы и купил билет в ложу первого яруса, над самой сценой. Вечером в клубе маркиз был весел и возбужден, пригласил на ужин нескольких друзей, напился, и из его слов стало понятно, что он намерен учинить скандал во время спектакля. На следующий день об этом уже знал директор театра Джордж Александр. Он распорядился отослать лорду деньги за билет и уведомил полицию. За час перед началом представления у всех входов стояли агенты полиции. Маркиз привез с собой большущий пук моркови и брюквы и собирался объяснить смысл этого, произнеся речь из ложи. Но его не пустили в зал. Он долго буянил в коридорах, пробивался к дверям зала, угрожал, наконец удалился, оставив свой букет в канцелярии театра с требованием вручить автору, когда тот появится на сцене. Сильнейшая метель не могла отпугнуть толпы зрителей, приехавших в каретах, в викториях и в обычных дрожках. У многих прелестных дам были в руках букеты лилий. Лилии украшали также бутоньерки молодых людей, чьи эбеновые тросточки с набалдашниками слоновой кости и белые перчатки с черной строчкой привлекали всеобщее внимание. Три акта, как важно быть серьезным, закончились неслыханными овациями. Публика встала с места, без конца хлопала. После представления на Пэлмэл зрители, выходившие из театра Сент-Джеймс, встретились с теми, кто возвращался из театра Хэймаркет, где с начала сезона беспрерывно шел идеальный муж. Восторженная толпа не позволяла двигаться экипажу, в котором ехал Оскар. Газеты по-прежнему нападали на отравляющий безнравственный диалог, но делали это гораздо осторожнее, а некоторые рецензенты употребляли совершенно иные эпитеты. В общем, все уже устали от собственной чопорности и восхищались тем, с какой бесцеремонностью дерзкий ирландец нарушает старомодную благопристойность. Маркиз, изгнанный из театра и преследуемый славою человека, в ненависти к которому он поклялся, жил теперь в фантастическом мире подозрений и вымыслов. Во всех своих житейских неудачах он винил Оскара, вплоть до истории с Олд Джо. Бегство обеих жен, которые были у него после развода с леди Куинсбери, он объяснял извращенными понятиями, которые внушают разратные книги этого проклятого ирландца. Даже надвигающееся разорение приписывал некоему таинственному влиянию Уальда и готов был присягнуть, что Уальд погубил его жизнь. Казалось весьма правдоподобным, что он сойдет с ума, если не избавиться от этих навязчивых идей. Ему было бы намного легче, будь у него с кем поделиться. Но теперь он ни у кого не встречал сочувствия. Слушатели только пожимали плечами. Весь мир был в сговоре против него. Наконец, как-то вечером он пришел в Альбер-Марл-клуб и спросил Уальда. А когда ответили, что того нет, оставил свою визитную карточку, написав на ней карандашом. Оскару Уальду, позирующему в качестве садомита. В последнем слове по-английски маркиз написал лишнее М. От этого лишнего М. Маркиз впоследствии ни за что не хотел отказаться. Упорно отстаивал его на всех судебных заседаниях, чтобы не подумали, будто он писал в состоянии возбуждения. Служитель прочитал записку и, ничего не поняв, вложил в конверт. Оскар получил ее из рук Швейцара вместе с другими письмами лишь десять дней спустя. Дугласа в Лондоне не было. Расставшись с Оскаром в Бискре, он отправился в оазис Блиндах, куда его привлекала молва о необычной красоте шестнадцатилетнего Али. Юный Кауаджи был согласен ехать с ним, но сперва следовало уладить дело с родителями, договориться с арабской канцелярией и успокоить комиссариат. Кауаджи — красавец, турецкое слово. Али действительно был хорош собой. Чистый лоб, казалось, светился на его матово-бредном лице. Рот был маленький, глаза темные, выразительные. В роскошном халате, опоясанной шелковым шарфом, в злототканном тюрбане он походил на восточного принца. Столько ярости было в его раздувающихся ноздрях, столько равнодушия в изящных дугах бровей, столько жестокости в презрительной складке рта. Рядом с ним лорд Альфред Дуглас смахивал на лакея. По легкой, безмолвной усмешке Али гостиничная прислуга прибегала быстрее, чем на самый громкий зов других постояльцев. Повсюду он шел первым, и было видно, что прихоти Альфреда вращаются по эклиптике его воли. Они остановились в Сетифе, среди малых атласских гор. Каждый день заказывали экипаж для поездок в Хэтмадрох, Сиди-Огба, зеленые оазисы среди желтых песков пустыни. Али не знал ни французского, ни английского. Дуглас нанял толмача, и когда они втроем сидели за столом и пили чай, без конца повторялось. «Атаман, скажи Али, что его глаза похожи на глаза газели». Прошло несколько дней, и Бози с недоумением стал замечать, что Али в какие-то часы исчезает. У него возникли подозрения. Он начал добиваться признания, раскаяния, клятв. Грозил, что отошлет Али обратно в блидах. Под конец Бози обыскал чемодан Али и в самом низу под бельем нашел фотографию хорошенькой Мариам. Войдя, Али увидел в комнате беспорядок, на полу белые клочки разорванной фотографии, и когда нагнулся, чтобы их подобрать, спину его, будто кипятком, обжег удар хлыста. А раб выл всю ночь, а рано поутру первым поездом его отвезли в блидах. Бози за завтраком имел страшный вид. Прислуга старалась держаться подальше от мрачного взгляда его обведенных синяками глаз. Только старик метрод-отель осмелился подойти и положить на салфетку конверт с английской маркой. Это было письмо Оскара о происшествии в клубе. Лицо Бози вмиг обрело обычную свежесть, взгляд прояснился. Он опять стал милым юношей, словно сотканным из льна росы золота. Было заказано шампанское и отдано распоряжение готовить вещи к отъезду. Поезд прибыл в Лондон поздно вечером, но Бози прямо с вокзала поехал на Тайд-стрит. Оскар был дома. Он теперь редко выходил по вечерам. Бози прочитал записку маркиза. — Ну, может быть, теперь ты уже не будешь колебаться? Уальд кивнул утвердительно. — Разумеется, надо уехать. На полгода этого будет достаточно. А, впрочем, может быть и на год. Год в Париже. Как это будет чудесно. За год напишу две, три, четыре комедии. И будем жить, как нам заблагорассудится. Уальд потянулся, как бы преодолевая сильную усталость, и откинулся на спинку кресла, готовый рассмеяться. Но тут он увидел лицо Альфреда. Оно было так страшно искажено, что Оскар застыл с поднятыми вверх руками. — О чем ты говоришь? Бози подошел к креслу, схватил Оскара за плечи и стал его трясти. — О чем ты говоришь? Хочешь бежать, трус? Хочешь стать всеобщим посмешищем? Уальд высвободился из его рук. Теперь их разделяли высокое кресло и письменный стол, большой тяжелый стол Карлейля. На столе лежала визитная карточка лорда Куинсбери, где над ровной полоской отпечатанной фамилии извивались несколько написанных карандашом слов, кривые и стерзанные буквы, напоминавшие странную чахлую растительность. На следующий день состоялось совещание с адвокатами. Кроме сэра Эдуарда Кларка присутствовал его юниор, мистер Треверс Хамфрис и солиситор, мистер К.О. Хамфрис. Юниор — помощник, солиситор — стряпчий поверенный. Оскар вынул из бумажника визитную карточку маркиза и положил ее на стол. Это было единственное движение, какое он сделал за целый час. Всю следующую неделю Бози возил его регулярно каждый день в ту же пору на Уигмор-стрит. Они усаживались в мрачном кабинете солиситора. Лысый стряпчий, подперев подбородок с крещенными пальцами рук, слушал невозмутимое вранье Дугласа. Уальд не произносил ни слова. Лишь однажды несколько фраз адвоката пробудили его внимание. Они касались судебных расходов. По осторожности тона можно было понять, что дело идет о крупных суммах. — Боюсь, мистер Хамфрис, мне этих расходов не одолеть, — сказал Уальд. Бози дернулся в кресле так резко, будто хотел вскочить. Оскар потупил голову, чтобы не встретиться с его взглядом. Но тут же поднял глаза, услышав на удивление мягкий голос Бози. — Успокойся, Оскар, платить будешь не ты. Мистер Хамфрис был также удивлен. Лорд Дуглас удовлетворил любопытство стряпчиво, сказав, что его семья с радостью покроет все расходы. Маркиз — это демон, инкуб, сгубивший жизнь и счастье ангела леди Куинсбери. Семья не раз обсуждала, как бы засадить маркиза в дом умалишенных. Каждую выплату причитающейся леди Куинсбери ренты приходится добиваться через суд. Теперь, наконец, представилась возможность избавиться от маркиза хотя бы на время. Бози встал и склонился на доскару. — Ты не знаешь? У нас дома все теперь говорят о тебе как об избавителе. Ты не потратишь ни гроша. Перси вчера сказал матери, что оплатить этот процесс составит для него величайшее удовольствие. — У вас есть экипаж? — Лорд Альфред, — спросил Солиситов. — Да, ждет на улице. Мистер Хамфрис вынул из папки приготовленную жалобу, развернул лист, чтобы проверить, лежит ли там карточка маркиза, и, приведя в порядок бумаги, взглянул на своих клиентов. Бози взял Оскара под руку. Они успели в судебную канцелярию перед ее закрытием. Собравшийся уходить чиновник довольно резко поторопил Уайльда, чтобы поскорее подписал документ. Оскар домой не вернулся. Он позволил увезти себя в Эйвандейл-отель, где были сняты три комнаты, так как Альфред по дороге встретил одного из своих юных друзей. Вид этого молодого человека и его поведение в экипаже были таковы, что Уайльд, подняв воротник пальто и надвинув шляпу на глаза, спрятал лицо, не хотел, чтобы его видели прохожие. Вечером он перевез в отель некоторые свои вещи, два чемодана и коробку со шляпами. Застав Альфреда зауженным, он, сказавшись усталым, ушел к себе и лег. Еще долго он слышал, как откупоривались все новые бутылки шампанского. Теперь Уайльд стал чаще появляться в обществе и был так весел, так оживлен, словно ни одна забота не тревожила его. В течение дня он старался побывать во многих местах, в парках, клубах, театрах, ресторанах, и больше, чем когда-либо, производил впечатление человека счастливого и богатого. Ночевать ехал в отель. Друзья на это только снисходительно пожимали плечами. Он шутил, что не помнит точно номера своего дома и даже не уверен, помнит ли улицу, знает только, что живет где-то в Челси. И впрямь было бы еще более странно, если бы он завершал свой необычный день на супружеском ложе. Впрочем, никто особенно не старался объяснять его образ жизни. Иные даже с определенной радостью думали, что вот нашелся, наконец, человек, который может себе все позволить. Не так думал Фрэнк Харрис. Он был из числа близких друзей Оскара. Несколько лет назад они встретились на каком-то обеде. Харрис рассказывал о боксере, сражавшемся одновременно с несколькими противниками, и в его голосе, в жестах, в живости изображения было столько артистизма, что Оскар, очарованный, обнял его и стал звать по имени. Известную роль тут сыграло и авантюрное прошлое Харриса. Шестнадцатилетний Фрэнк сбежал из дому, из почтенной семьи шкипера торгового флота, и переплыл океан, расплатившись за поездку полученными им тумаками, которых ему не пожалели, когда его уже в открытом море обнаружили в Камбузе под кучей кухонных отбросов. Высадившись в Америке, он за несколько лет переменил все профессии, которые можно уместить между профессиями ковбоя и журналиста, пока, наконец, не встретил миллионера, и тот, узнав о его жажде знаний, помог Фрэнку поступить в университет. Там он, видимо, чему-то учился, и сдал какие-то трудные экзамены, так как потом был преподавателем в Брайтонской Грэммер-скул. Но, вспоминая о тех годах, он хвалил их только за греческий, и при случае читал наизусть длинный отрывок из Одиссеи, всегда один и тот же. Женился он на состоятельной вдове, владелице дома на Парк-Лейн, но через несколько лет ему пришлось с богатством распроститься, так как терпеть его образ жизни не смогла бы и самая снисходительная жена. В Лондоне он был директором и совладельцем газет «Фортнайтли Ревю», «Сэтердэй Ревю», «Вэнити Фэр», которые одну за другой оставлял, нигде не умея долго сдерживать свой воинственный нрав. Дружба с Уайльдом весьма льстила Харрису. Он старался поддерживать ее всеми способами, огромные гонорары, которые он платил Уайльду в своих издательствах, немало способствовали их сближению. То, что вначале, возможно, делалось для удовлетворения тщеславия, Харрис давал обеды, украшением коих был Оскар, со временем перешло в преданность, разумеется, в той мере, на какую был способен этот делец и авантюрист. Он знал об Оскаре меньше, чем другие. Долгое время считал все недостойной сплетней, готов был присягнуть, что Уайльд ни в чем не повинен. Но он первый и единственный предсказал катастрофу. Бернард Шоу, присутствовавший при их разговоре с Уайльдом, впоследствии не раз повторял. Если когда-либо на земле изрекали пророчества, которые сбывались, то это случилось в тот понедельник между двумя и тремя часами дня в кафе Ройл. В субботу Уайльд пришел просить Харриса засвидетельствовать перед судом, что Дориан Грей — не безнравственное произведение. «Хорошо», — сказал Харрис. «Я скажу это и еще то, что ты один из тех редких людей, которые в своих словах и в своих произведениях совершенно свободны от всякой заурядности». «Благодарю, Фрэнк, благодарю. Теперь я знаю, что выиграю процесс». «Не думай об этом. Я сделаю все, что в моих силах. Но умоляю тебя, Оскар, брось это. Английский суд из всех судов на свете наименее пригоден для решения вопросов искусства и морали». Уайльд понуро ответил. «Ничего не поделаешь, Фрэнк? Я уже не могу ничего изменить». «Стало быть, ты хочешь совершить самоубийство?» На том они расстались. В воскресенье Харрис старался узнать, что говорят в городе о деле Уайльда. Из умолчания он понял больше, чем из слов, и у него было достаточно опыта, чтобы прийти к убеждению, ни один английский суд не станет на сторону писателя против лорда. «И прибавь к этому», говорил он Уайльду в понедельник, «что твой лорд играет роль страдающего и заботливого отца. «Я уверен, что ты процесс проиграешь. Брось это, уезжай. С дороги напишешь в Таймс блестящее письмо, как ты это можешь, высмеешь маркиза, суды, адвокатов, скажешь, что захочешь, все будет лучше, чем то, что ты мог бы сказать в зале суда». Шоу одобрительно кивал. Уайльд молчал. Харрис дал время этому молчанию созреть. По утомленному лицу, по неподвижным пальцам, в которых погасла папироса, видно было, что Скар, отбросив обычную свою маску, почувствовал всю весомость предостережения. Минуту он сидел с закрытыми глазами, но когда снова их открыл, во взгляде его выражалось какое-то детское доверие. Внезапно появился Дуглас. Харрис стал повторять то, что говорил раньше. Но едва он сказал несколько фраз, Дуглас вскочил. Он был бледен, лицо судорожно исказилось, пронзительный голос напоминал визгливое бешенство маркиза. «По этому совету видно, что вы Оскару не друг!» и выбежал из зала. Уайльд тотчас поднялся. «Это не совет друга, Фрэнк!» Произнес он это неуверенным тоном, но, отойдя на несколько шагов и взявшись за дверную ручку, еще обернулся. И то был опять гордый и дерзкий Оскар с презрительным взглядом полуприкрытых глаз. «Нет, Фрэнк, друг так не скажет!» Признавать свои ошибки так тяжело, так больно, что всякий предпочитает их скрыть, свалить на кого-то другого, обвинить жестокие, неустранимые обстоятельства. Уайльд, даже тогда, когда решился на мучительно горькое осуждение своих ошибок, когда в своем послании из тюрьмы делал это почти с беспредельной искренностью, умолчал о том приступе ослепления и скрыл его самой неубедительной ложью. «Я мог бы быть счастлив и свободен во Франции», писал он, «из глубин, вдали от тебя и твоего отца, не думая о его отвратительной записке и не внимая твоим письмам, если б только мог покинуть». «Эйвондейл-отель, но мне не разрешили оттуда уехать. Ты жил там со мной десять дней, и даже к моему великому, и ты должен признать справедливому возмущению, ты еще взял туда одного из своих друзей. Счет за десять дней составил сто сорок фунтов. Хозяин отеля заявил, что не разрешит мне взять мои вещи, пока я не оплачу все. Вот что задержало меня в Лондоне. Не будь этого гостиничного счета, я выехал бы в Париж утром того же дня». В кассах театров Хэй-Маркет и Сент-Джеймс нашлось достаточно денег, чтобы Уальт мог оплатить счет, округлившийся под конец в двести фунтов. Бози тем усерднее грабил кошелек Оскара, чем больше возрастало его нетерпение. Когда, наконец, был отдан приказ об аресте маркиза Куинсбери, Бози вздохнул с облегчением, испытывая нечто вроде мужской гордости, этакий пьянящий избыток силы счастья. В Лондоне ему стало тесно. Он потребовал, чтобы Оскар повез его в Монте-Карло. Там он играл день и ночь, приходил к открытию казино и уходил последним. Оскар сидел в одиночестве на террасе или в парке, бродил по берегу моря, чертил фигуры на песке, платил по счетам, молчал. В иные минуты ему хотелось быть одним из деревьев на берегу, чтобы врасти корнями в свободную, веселую французскую землю. Возвратился он за несколько дней до суда. Маркиз был на свободе, его выпустили под залог, и он, не считаясь с расходами, готовил доказательства истины. Некий Чарльз Брукфилд, актер и владелец ночного кабаре, а впоследствии театральный цензор, по собственному желанию, бескорыстно, разыскивал свидетелей в вертепах Пикадилли. Этого добровольца следственных органов вдохновляла годами скрываемая ненависть Куайльду. Под влиянием Альфреда и адвокатов Оскар проникся уверенностью в себе и ждал суда с любопытством, с каким ожидают занятного необычного приключения. Накануне суда он с женою и Альфредом был на представлении своей пьесы. Потом они ужинали у Уиллиса. У Констанции весь вечер стояли в глазах слезы. Процесс начался 3 апреля в главном уголовном суде. Привратнику входа в зал брал по 5 шиллингов за самое плохое место. Первые ряды он приберегал для тех, кто опаздывает, для джентльменов, что платят золотом. Уальд приехал в дорогой карете со слугами в ливреях. С ним были Альфред Дуглас и старший брат Альфреда лорд Перси Дуглас Оф Хойк. Альфреду не разрешили войти в зал. Известнейшие адвокаты заняли места на скамьях. Адвокаты Уальда сэр Эдуард Кларк, мистер Чарльз Матьюс и мистер Треверс Хамфрис. Маркиза представлял королевский советник мистер Карсон, а также мистер Г. К. Гилл и мистер А. Гилл. Адвокаты Бесли и Монгтон следили за судебными дебатами по поручению братьев Дугласов. Присяжные шепотом обменивались мнениями. Публика в задних рядах заключала пари, кто выиграет. Распорядителю пришлось дважды призывать к тишине. И вот, наконец, все встали. Вошел судья, мистер Коллинз. Сэр Эдуард Кларк сухо и монотонно изложил обвинение. Он говорил об оставленной в клубе записке, о ее оскорбительном содержании, напоминал о славе отца Оскара, о собственной известности Уайльда. Когда он кончил, судья вызвал Уайльда. Зал загудел, когда за барьером для свидетелей появился Оскар, серьезный и спокойный. Сколько вам лет? Тридцать девять. Судья заглянул в бумаги. Вы родились в 1854 году. Следовательно, вам уже исполнилось сорок. Оскар уздохнул. Покончив с формальностями, мистер Коллинз предоставил слово адвокату. В ответ на вопросы адвоката Уайльд говорил о своих успехах в колледже и в университете, о своей литературной работе, потом об угрозах и оскорблениях маркиза, о шантаже, связанном с письмами. Все утверждения лорда Квинсбери — недостойная ложь. После этих его слов поднялся мистер Карсон. Объясняя побуждение своего клиента, он назвал их заботой отца о добром имени сына, который под влиянием Уайльда сошел со стези труда и долга. «Вы, конечно, согласитесь, — обратился он к свидетелю, — что нельзя жить, думая только об удовольствиях. — Удовольствие — единственное, для чего я живу, а праздность — мать совершенства!» По залу прокатился смех. Этот внезапный короткий взрыв веселья ударил Уайльда в спину, как лапа хищного зверя. Минуту он задержал дыхание, будто и впрямь боялся, что ощутит прикосновение когтей. Но опять воцарилась полная тишина. Все боялись упустить хоть слово. Карсон между тем молча перекладывал бумаги. Наконец он спросил, состоял ли мистер Уайльд сотрудником журнала «Хамелеон». То был студенческий журнальчик, основанный прежними товарищами Дугласа. Оскар дал им страничку парадоксов, которые были напечатаны в начале номера. В том же номере опубликовали анонимную новеллу «Священник и слушка». «Вы являетесь ее автором?» «Нет». «Считаете ли вы ее безнравственной?» «Хуже того!» «Она плохо написана». И, помолчав, прибавил, «Она отталкивающая и нелепа. Впрочем, я не обязан заниматься писаниной безграмотных студентов». «Полагает ли мистер Уальд, что его собственные произведения способствовали повышению нравственности?» «Я стремился создавать только произведения искусства». «Надо ли это понимать так, что вы не заботились об их нравственном влиянии?» «Я всегда выражал убеждение, что книга не может влиять на нравственность людей». Адвокат опять умолк, слегка повернув лицо к публике, будто желая угадать, что означает ее ропот. Когда зал затих, он начал читать парадоксы Уальда. Всякий раз, когда там встречались прославления молодости и насмешки над стариками, он после каждой такой фразы делал паузу и поглядывал на скамью присяжных. Там слушали его совершенно равнодушно». Полагает ли мистер Уальд, что подобные слова могли иметь вредное влияние? Безусловно, нет. Когда я что-либо пишу, передо мной стоит только художественная цель. Вдохновение не содержит в себе ни нравственной, ни безнравственной идеи. Я не хочу творить ни зло, ни добро, а только нечто, обладающее формами для выражения красоты, чувства, остроумия. В руках Карсона появился белый томик Дориана Грея. Несколько минут он перелистывал страницы так внимательно, будто и в самом деле погрузился в чтение. Даже его вопрос, а нельзя ли эту книгу толковать определенным образом, произнесенный в пол голоса, не относился, казалось, ни к кому из присутствующих. Уальд, однако, возразил. Я полагаю, это могут делать люди заурядные, ничего не смыслящие в литературе. Взгляды филистеров на искусство невероятно глупы. Адвокат с минуту задумчиво смотрел на него. По вашему мнению, все люди филистеры и невежды. Я встречал феноменальные исключения. полагает ли мистер Уальд, что общество, благодаря его взглядам, поднялось на более высокий уровень? Боюсь, что у него для этого нет достаточных способностей. Старались ли вы помешать тому, чтобы заурядные люди читали ваши книги? Я никогда не отговаривал, но и не уговаривал кого-либо подняться над своей заурядностью. Карсон опять раскрыл Дориана Грея и выждал, пока улегся шум веселья в зале. В вашей книге есть такая фраза, сказал он наконец. Признаюсь, я безумно обожал тебя. Знаком ли мистеру Уальду подобные чувства? Нет, я никогда никого не обожал, кроме себя самого. Впрочем, должен признаться, что это выражение взято у Шекспира. Читаю дальше. Я хотел бы вполне обладать тобою. Это действительно звучит как голос пылкой страсти. Люди, не разделяющие ваших взглядов, могут понять эту фразу по-иному, несомненно. С огорчением должен сказать, что люди не способны понять глубокого чувства, которое художник может питать другу, одаренному необычно привлекательной индивидуальностью. Но я просил бы не допрашивать меня на предмет чьего-то невежества. Вопросы и ответы следовали один за другим так быстро, что в дальних рядах всякий раз возникал тот приглушенный шум, которым толпа как бы хочет втиснуться между говорящими. На них это действовало, разумеется, по-разному. Уайльд все больше повышал голос. Карсон же стал обращаться к нему громким шепотом. Уайльд совершенно подавлял его своей улыбкой и непринужденностью. Но вот адвокат вынудил его помолчать подольше. Достав из папки лист бумаги, Карсон прочитал письмо, в котором Уайльд, выражая благодарность за сонет, превозносит красоту Дугласа, называя его новым воплощением гиацинта. Голос Карсона был рассчитан лишь на расстояние, отделявшее его от скамьи присяжных. Полагает ли мистер Уайльд, что это обычное письмо? Нет, это письмо прекрасно. Его следовало бы назвать стихотворением в прозе. Стало быть, это письмо необычное? О, да, оно единственное. Ваши письма всегда были в таком стиле? Нет, это было бы невозможно, такие вещи не всегда удается написать. Не припоминаете ли вы других писем того же рода? Мои письма не принадлежат ни к какому роду. Я спрашиваю, писали ли вы где-нибудь в другом месте что-либо подобное? Я никогда не повторяюсь. Карсон вынул новый листок. «Отель Совой, набережная Виктории, Лондон», зачитал он. «Дорогой мой, твое письмо было для меня так сладостно, как красный или светлый сок виноградной грозди. Но я все еще грустен и угнетен. Бози, не делай мне больше сцен. Это меня убивает, это разрушает красоту жизни. Я не могу видеть, как гнев безобразит тебя, такого прелестного, такого схожего с юным грекам. Я не могу слышать, как твои губы, столь совершенные в своих очертаниях, бросают мне в лицо всяческие мерзости. Предпочитаю... Тут обратился адвокат к судье. Идет несколько неразборчивых слов, но я попрошу свидетелей их прочесть. Чем видеть тебя огорченным, несправедливым, ненавидящим? Все же мне надо встретиться с тобою как можно скорее. Ты божественное существо, которого я жажду. Ты гений красоты. Но как это сделать? Ехать мне в Солсбери? Мой счет здесь составляет 49 фунтов за эту неделю. У меня также новая гостиная. Почему же тебя нет здесь, дорогое чудесное дитя? Я должен ехать, а тут ни денег, ни кредита, и в сердце свинцовая тяжесть. Твой Оскар. Полагает ли мистер Уальд, что это также необычное письмо? Все, что я делаю, необычно. Не думаю, что я мог бы быть заурядным. Попрошу вас объяснить эти несколько неразборчивых слов. Уальд кончиками пальцев взял засаленную грязную бумажку. «Предпочитаю стать жертвой шантажа», прочитал он и бросил листок на стол адвоката. Наступила минута молчания. Карсон взвешивал в руке брошенное ему письмо. «Мистер Уальд заявил, что упреки лорда Куинсбери не имеют оснований. Подтверждает ли мистер Уальд свое заявление? Подтверждаю». Адвокат вопросительно взглянул на судью. Коллинс закрыл папку и объявил, что заседание откладывается на завтра. Уальда окружили друзья. Все, смеясь, повторяли его ответ. Толпа медленно покидала зал со смутным чувством, что они видели Ариэля перед судом Калибана. Единственный, кто в тот день не мог заставить себя улыбнуться, был Оскар Уальд. «Вот куда приводят дурные пути», — говорил он бесцветным голосом. «Я очутился в самом сердце филистерии, вдали от всего прекрасного, блестящего, великолепного и дерзкого. Увидите, я еще стану поборником хорошего поведения, пуританства в жизни и моральности в искусстве». На другой день вид у него был такой, будто в нем вдруг погас свет. Внешне все было как вчера. Карета, слуги в ливреях, свежий цветок в бутоньерке, но черты лица стали какими-то более плоскими, размытыми, движения были сонные, он как бы не владел руками, по многу раз лез в карман за папиросами. Королевский советник мистер Карсон, укутанный в складки своей тоги, наблюдал за ним скромным, выжидающим взглядом. Судья кашлянул, но прежде чем он успел что-либо сказать, защитник лорда Куинсбери быстро вскочил с места и попросил, чтобы ему позволили задать свидетелю еще несколько вопросов. Мистер Коллинз утвердительно кивнул. Адвокат вынул из папки пачку бумаг и поднес к глазам первую из них. Знает ли мистер Уальд человека по фамилии Тейлор? Да. Бывал ли он у вас? Да, бывал. А вы бывали у Тейлора на чаепитии? Да. Не привлекала ли квартира Тейлора ваше внимание чем-то необычным? Там было красиво. Кажется, она всегда освещалась свечами даже днем. Возможно, но я в этом не уверен. Вы встречали там молодого человека по фамилии Вуд? Да, один раз встретил. А бывал ли на чаепитиях Сидней Мейвор? Возможно. Что связывало вас с Тейлором? Он был моим другом, это умный и хорошо воспитанный юноша. Знали ли вы, что Тейлор состоит под надзором полиции? Нет, не знал. В прошлом году при облаве Тейлор был арестован в заведении на Фитцройсквер вместе с неким Паркером. Я узнал об этом из газет. Это, однако, могло быть поводом для разрыва отношений. О, нет, Тейлор мне объяснил, что пришел туда на танцы и что полиция сразу же освободила его. Карсон открыл рот для нового вопроса, но тут же его закрыл. Вопрос, видимо, был особенно затруднительный. Во всяком случае, так можно было понять по его колебанию, длившемуся, впрочем, всего несколько секунд. Имеющиеся у меня сведения начал адвокат. Весьма скудны. Они собраны поспешно и могут содержать много неточностей. Между прочим, тут говорится о каких-то обедах, на которых бывали молодые люди. Эти обеды якобы устраивал Тейлор по поручению мистера Уайльда. Это ложь. И Уайльд обратился к судье. Милорд, прошу защитить меня от подобных оскорблений. Я не хотел вас оскорблять, мистер Уайльд, опередил судью Карсон. Я сделал оговорку, что не имеют точных сведений. Подобные детали остаются тайной полиции. Мой вопрос скорее должен был звучать так. Сколько молодых людей представил вам Тейлор? Всего их было пять. Давали ли вы им деньги, подарки? Возможно. А они? давали ли они вам что-либо? Нет, ничего. Среди тех пяти, с которыми вас познакомил Тейлор, был ли некий Паркер? Да, был. Вы считали его своим другом. Очевидно, так, раз вы его называли Чарли, а он вас Аскар. Сколько лет было Паркеру? Я не занимаюсь статистикой возраста знакомых. Выведывать, сколько лет человеку, которого встречаешь в обществе, это пошло. Где вы встретили его в первый раз? В день моего рождения я пригласил Тейлора в ресторан Кэтнера, сказав, что он может привезти кого захочет. Он пришел с Паркером и его братом. Знали ли вы, что Паркер лакей без места? А его брат Грум? Нет, этого я не знал. Но вы ведь знали, что у него нет никаких литературных или артистических наклонностей и что он не является человеком высокой культуры? Что же было у вас общего с Чарли Паркером? Мне нравятся люди молодые, яркие, веселые, беспечные, оригинальные. Не люблю рассудительных и пожилых. Я не признаю общественных перегородок, и сам факт молодости, по-моему, это такое чудо, что я предпочитаю поговорить полчаса с молодым человеком, чем отвечать на вопросы королевского советника преклонных лет. В зале грянул смех, и долгое время его не удавалось унять. Когда замолкали первые ряды, из задних накатывалась новая волна веселья, словно все вдруг возжаждали высвободиться из-под гнета мрачного удручающего часа, который они просидели, затаив дыхание. Ведь с каждой новой фамилией, возникавшей из бумаг адвоката, воздух становился все тяжелее. Туманные, неуловимые, они всплывали как призраки, задерживаясь иногда лишь на миг на ту частичку времени, которой хватает, чтобы сказать «да» — единственное слово, придававшее им видимость существования, и опять отодвигались в тень. А за ними чудились какие-то двери, какие-то стены, ведь они кружили по орбитам чьей-то жизни и обладали силою вампиров, способных эту жизнь уничтожить. Было поистине что-то напоминавшее жажду в этих вытянутых шеях, пересохших глотках, запекшихся губах, этакая ненасытность порочного и безжалостного любопытства человеческого, стоящего перед неожиданно открывшейся тайной. Карсон и малейшим жестом не выдал, что слышал эту шутку, которая, отозвавшись в смехе, кружила вокруг него. Он спокойно перебирал бумаги, потом поднял глаза и с минуту задержал взгляд на лице Уальда, на том местечке, где у корней волос выступила едва заметная капелька пота. Снимал ли мистер Уальд квартиру на Сент-Джеймс-Плейс? Да, с октября 1893 года до апреля 1894. Приходил ли туда Паркер на чаепитие? Да. Давали ли вы ему деньги? Три или четыре фунта он жаловался, что сидит без денег. А серебряный портсигар на Рождество подарили? Да, подарил. Были ли вы у него дома однажды ночью? До половины первого? Нет, не был. Посылали ли вы ему прекрасные стихотворения в прозе? Не думаю. Как вы восприняли известие об аресте Тейлора? Я был огорчен и написал ему об этом. Когда вы познакомились с Фредом Аткинсом? В ноябре 1892 года. Знали ли вы кто он? Возможно. Даже в этом вы не уверены? Но вы, я полагаю, заметили, что он не литератор, не художник. Сколько ему было лет? 19 или 20. Приглашали ли вы его в ресторан Кэтнера? Кажется, я встретил его на обеде у Кэтнера. Присутствовал ли Тейлор на этом обеде? Возможно. А впоследствии вы его еще встречали? Да. Вы были с ним в Париже? Да, был. Когда вы впервые встретили Эрнеста Скарфа в декабре 1893 года. Представил его, вам кажется, Тейлор? Да, Тейлор. Это, конечно, происходило в той квартире на Сент-Джеймс-Плейс. Нет надобности подчеркивать это столь настойчиво, мистер Карсон. В этой квартире бывало много людей, таких людей, встреча с которыми была бы честью для иных королевских советников. Как вы можете это говорить, мистер Уайльд? Вмешался мистер А. Гилл и вдруг покраснел, то ли от возмущения, то ли под властным взглядом Карсона. Опять вернулись к Скарфу, а после нескольких вопросов всплыла новая фигура. Когда вы познакомились с Мейвором? В 1893 году. Прошу вас уточнить, мои записи на этот счет не вполне ясны. Получал ли Мейвор от вас деньги или какие-нибудь подарки? Портсигар. Послышался странный приглушенный шум, что-то вроде хриплого урчания. Этот звук никак нельзя было назвать вздохом. Оказалось, однако, что это вздохнули склеротические легкие лорда Куинсбери. Он сидел в клетке для подсудимых, и все о нем забыли. Да он и не пытался привлечь к себе внимание, если не считать нескольких фраз, которые он пробормотал в начале заседания, отвечая на вопросы судьи. С того момента он ни единым словом не замутил своего глубокого пронзительного наслаждения. Он впивался глазами в лицо своего врага в каждую мимолетную складку усталости. Ему чудилось, будто каждая капля пота, проступавшая на лбу Уальда, возникала из того блаженного трепета, который щекотал ему позвоночник. Никогда в жизни он не испытывал подобного восторга. Все, что он до сих пор мог себе позволить, ограничивалось издевательствами над женой, тихой и кроткой женщиной, скандалами в клубах, несколькими уличными драками. Для этого не надо быть потомком королей и владельцем большого богатства. И вот началась игра, на которую не жаль стратить все состояние. За нынешний день он про себя назначил Карлсону особое вознаграждение. Карлсон напоминал ему образ в его глазах особенно привлекательный, спущенную с поводка собаку. И он инстинктивно понял, что погоня близка к цели, угадал это почувство облегчения, и тогда-то издал тот неистовый шумный вздох. Все внезапно увидели маркиза, маленькую круглую голову, пожелтевшее лицо и пару больших торчащих огненно-красных ушей. Мистер Уальд простит мне, снова заговорил Карлсон, если я еще раз затрудню его память. Речь идет о человеке, называющемся Уолтер Грэнджер. Он был слугою лорда Альфреда Дугласа. Мистер Уальд, несомненно, видел его, в частности в Оксфорде, где провел несколько дней в квартире молодого лорда. Я хотел бы знать, прошу опять-таки не истолковать дурно мой вопрос, хотел бы знать, целовал ли его мистер Уальд когда-либо? Ах, боже мой, конечно, нет. Этот малый был чрезвычайно некрасив, поистине злополучно некрасив. Мне было очень жаль его. Мистер Карсон, необычно оживившись, сделал удивленное лицо. Почему вы его не целовали? Ох, мистер Карсон, с вашей стороны это просто дерзость. Очень прошу извинить меня. Я хотел бы только знать, вы ссылаетесь на его некрасивость, чтобы объяснить, почему вы его никогда не целовали? Вовсе нет. Это нелепый вопрос. Понимаю. Но почему же тогда вы упомянули о его некрасивости? Даже вообразить смешно, чтобы нечто подобное могло случиться при каких бы то ни было обстоятельствах. Но я повторяю, почему вы упомянули о его некрасивости? Потому что вы своим вопросом оскорбили меня. Карсон не отставал. Долгое время только и были слышны назойливые вопросы адвоката и все более невнятное бормотание свидетеля. На лбу Уальда у корней волос проступили венчиком мелкие блестящие капельки. Под конец Уальд вспылил. Вы оказываете на меня давление. Вы мучаете меня, оскорбляете, я просто сам не знаю, что говорю. Тут встал сэр Эдуард Кларк. Его небольшая тщедушная фигурка, бледное лицо, казавшееся еще более худым из-за темных вьющихся бачков, весь он как бы сошедший с какой-то плохонькой иллюстрацией к роману Диккенса, был слабым напоминанием о том, что у Аскара Уальда есть свой адвокат. После короткой вступительной речи в первый день процесса сэр Эдуард ни единым словом не вмешался в поединок своего клиента и королевского советника Карсона. Никто не мог добиться от него объяснения, почему он не вызвал в качестве свидетеля лорда Дугласа. Это было бы единственное свидетельство, которое могло направить внимание присяжных на маркиза, на его бесчинство, на позор его отношений с семьей. В течение допроса Уальда адвокат вел себя так пассивно, что когда на скамье адвокатов его голова поднялась на несколько дюймов, это вызвало живейшее удивление. Карсон умолк на середине фразы, а судья с явной неприязнью глядел на вмешательство Кларка. Разумеется, этого следовало ожидать, но было тут что-то неуместное, поскольку дело его клиента так покорно угасало среди толпы всех этих неожиданно явившихся призраков. Обращаясь к судья, сэр Эдуард Кларк выразил удивление, что его клиента, вызванного в качестве свидетеля, допрашивают с пристрастием, допустимым лишь в тех случаях, когда имеют дело с преступником. Защитник обвиняемого отодвинул на второй план предмет судебного разбирательства, запутал его историями, ничего общего с ним не имеющими, прикрыл ими самого лорда Куинсбери, о котором собственно должна идти речь. Дабы охарактеризовать Куинсбери, Кларк зачитал переписку маркиза с сыном, обрисовал их взаимную ненависть, привел факты в доказательство того, что маркиз является человеком буйным и опасным, а Оскар Уальд оказался жертвую застарелой семейной вражды. Когда его уже начали слушать с известным интересом, он вдруг умолк и, постояв безмолвно несколько секунд, сел. Судья предоставил слово защитнику обвиняемого. Лорд Куинсбери, говорил мистер Карсон, принимает на себя полную ответственность за свои действия. Ничего нет удивительного в том, что отец хочет избавить сына от пагубной дружбы. Из допроса свидетеля стало ясно, что люди, которыми окружал себя мистер Уальд, преимущественно были лакеями, кучерами, продавцами газет, и возраст их не превышал двадцати лет. К чему доискиваться, является ли мистер Уальд автором рассказа «Священник и Слушка», если та же порочная идея выражена в письмах к лорду Альфреду Дугласу и в повести «Портрет Дориана Грея». Там, где мистер Уальд видит красоту, всякий порядочный гражданин видит нечто порочное, безнравственность поистине отталкивающую. Судья отложил разбирательство на следующий день. Уальд тяжело поднялся. Рядом с ним не было никого. В коридоре Дуглас взял его под руку, и они сели в ожидавший у входа экипаж. Друзья, пришедшие навестить Уальда, не застали его дома. После открытия третьего заседания мистер Карсон повторил все фамилии, о которых шла речь накануне. Он перечислил этих людей одного за другим, останавливаясь на подробностях их знакомства с Уальдом, и, наконец, заявил, что попросит суд вызвать их в качестве свидетелей. Они наверняка сумеют уточнить многие неясности. Они расскажут, как это оказывают поддержку бедному парню, не имеющему места, как везут его в карете в ресторан на обед с шампанским и, возможно, с их помощью обнаружатся, для какой цели мистер Уальд имел постоянную квартиру в отеле с собой. В частности, Паркер мог бы дать комментарий к одному намеку в письме лорда Куинсбери. Адвокаты Уальда вышли, а когда через полчаса они вернулись в зал, сэр Эдуард Кларк пожелал побеседовать с Карсоном. Совещание адвокатов было недолгим. Еще более бледной, чем обычно, Кларк взял слово. В ходе судебного разбирательства можно было, мол, прийти к убеждению, что лорд Куинсбери в своей записке не высказал явного обвинения, а лишь предположения. Его клиент не видит оснований для преследования лорда за неосторожный домысел и, не желая затрагивать тягостные подробности, вносит предложение освободить обвиняемого и прекратить тяжбу. Я со своей стороны, сказал Карсон, прошу лишь подтвердить, что лорд Куинсбери был в состоянии обосновать свои слова. Судья Коллинз согласился, что нет достаточных причин для того, чтобы заниматься разными неприятными подробностями, не находящимися в связи с предметом тяжбы, и предложил присяжным вынести вердикт. Признали ли господа присяжные обстоятельства дела выясненными? спросил после перерыва секретарь суда. Да, признали, отвечал глава присяжных. Признали ли господа присяжные, что обвиняемый невиновен, и является ли это признание единогласным? Да, и мы также признали, что он действовал ради общественного блага. Отсюда, видимо, следует, спросил Карсон, что защите будут возмещены расходы. Да, конечно, ответил судья. И лорд Куинсбери свободен? Разумеется. Маркиз, выйдя из клетки, прошел на середину зала. Толпа приветствовала его аплодисментами. Судья собирал бумаги на столе и, казалось, не слышал шумной овации, столь необычной в этих суровых стенах. Уальд у выхода натолкнулся на толпу, не дававшую ему пройти. Раздавались свист, крики, завывания. Он попятился и прошел на улицу через боковые двери. Дуглас отвез его в отель Кэдаген, где Уальд жил уже несколько недель. Выглянув из экипажа, Дуглас увидел дрожки, остановившиеся на углу Слоун-стрит. Там сидели двое мужчин. Это были детективы лорда Куинсбери. Минуту спустя было принесено письмо. Бози узнал почерк отца. «Если наша страна позволит вам сбежать», это относилось Куальду. «Тем лучше для страны. Но если вы заберете с собою моего сына, я буду преследовать вас повсюду и убью вас». Разговор о бегстве шел еще с утра. Первым произнес это слово один из адвокатов мистер Маттьюс за полчаса до судебного заседания. «Если пожелаете, Кларк и я будем затягивать разбирательство так, чтобы вы успели добраться до Калле». «Нет, я остаюсь», ответил Эскар. Слово «бегство» настолько тесно слилось в его уме со словом «погоня», что с той минуты он уже не мог избавиться от чувства, будто чья-то рука хватает его за воротник. После приговора колебаться уже было нечего. Рос принес известие, что поверенный маркиза Чарлз Рассел послал письмо на имя генерального прокурора, приложив копии всех документов и стенограмм процесс. Вместе с двумя другими адвокатами он, Рассел, отправился к судье, и было весьма вероятно, что сэр Джон Бридж нашел время их принять. Рос взял у Уайльда чек на 200 фунтов и немедля поехал в банк Хэррис Фаркуар и компания на Сент-Джеймс Стрит. Выходя из банка, он видел агента, беседующего с его кучером. В отеле он застал Аскара за столом, тот пил Рейнское и Зельтерскую воду, один стакан за другим не в силах утолить жажду. Уайльд попросил Росса съездить на Тайт Стрит и рассказать жене обо всем, что произошло. Констанция зарыдала, стала бегать по дому, одевать детей, доставать вещи из шкафов. Оскар должен уехать за границу, сказала она, наконец, немного овладев собой. Скажите ему это, усадите его в поезд насильно, он, наверное, не знает, что делать, у него бывают минуты бездумья и упрянства, о которых никто не догадывается. Росса опять поспешил к дрожкам. В отеле Кедаган ничего не изменилось. Вся комната была серой от папиросного дыма. Оскар неподвижно сидел за столиком, уставленным бутылками, на уговоры друзей он отвечал одно — поезд в Дувр уже ушел, поздно. Из конторы отеля принесли расписание поездов. До вечера было еще два поезда. Более ранний успевал к пароходу до Кале. Надо было спешить. Но к понятию спешить назойливо цеплялось словечко бегства, в котором таилась та страшная неведомая рука, хватающая за воротник. Впрочем, все произошло слишком внезапно, слишком неправдоподобно, чтобы так продолжаться. Можно ведь надеяться, что все опять обернется по-иному, ведь он имеет такое влияние, столько людей всегда стояло за него, он ведь не первый встречный, которого можно так просто бросить в тюрьму, еще есть где-то вершины, на которых он был недоступен и от всего защищен. А в общем, лучше уж вот так сидеть и ждать, чем торопиться, прятаться от толпы, красться, совершать множество всяких гнетущих, нелепых действий. К Дугласу пришел его кузен Джордж Уитхем и оба уехали, как будто в палату общин. Не стало рядом единственного человека, который мог найти нужное слово, чтобы рассеять эти чары бессилия. Около пяти часов явился репортер газеты «Стар». Редакция получила из надежного источника известия, что уже отдан приказ об аресте. Мистер Марлоу говорил это почти шепотом Россу, однако Уальд, который, если и не слышал, то мог догадаться по выражению их лиц, вдруг поднялся, смертельно бледный потребовал денег, спрятал их в карман и надел шляпу. Минуту спустя, когда Росс подавал ему пальто, он легонько оттолкнул Росса и опять сел. Налив себе новый стакан вина, Уальд выпил его одним духом. «Где Бози?» Губы его дрожали, словно он сдерживал плач. Несколько раз в течение часа задал он этот вопрос, на который никто не мог ему ответить. Было десять минут седьмого, когда раздался стук в дверь. Никто не шевельнулся. Вслед за служителем отеля вошли двое полицейских. «У нас есть приказ арестовать вас, мистер Уальд», сказал старший по чину, по обвинению в безнравственных действиях. «Позволит ли мне внести залог?» «На это я не могу вам ответить, это дело властей». «А куда вы меня повезете?» «На Бау-стрит». Уальд с трудом встал и как бы ощупью надел пальто. Он двигался как пьяный. Его усадили в дрожки. Когда въехали в Уайт Холл, он встревожился. «Почему сюда?» Ответа не было. Несколько минут спустя дрожки остановились в Скотланд-Ярде перед зданием Метрополитен Полис. Уальд настоял, что сам уплатит за проезд и дал кучеру золотой суверен. «Благодарю, мистер Уальд», сказал кучер, «спрячу его на память. Это уже будет второй ваш подарок. Еще у меня есть альпийский Эдельвейс. Вы купили мне его прошлой зимой в Ковенд-Гардене». В комиссариате Уальда продержали час запертым в особой комнате. Стало совсем темно. Наконец появился чиновник с лампой. Он удостоверил личность и приказал отвезти арестованного на Бау-стрит. В следственной тюрьме Уальду зачитали приказ об аресте, где говорилось о глубоко непристойных действиях. Уальда тщательно обыскали и заперли в камере. Спать он не мог. Всю ночь ходил взад-вперед, не замечая, что через отверстие в дверях за ним наблюдают глаза репортеров. После ареста Оскара Рос свернулся на Тайд-стрит, но застал там только слугу Артура. Чтобы взять немного одежды и белья, пришлось взломать шкаф. Впоследствии Рос при удобном случае вывез письма и рукописи, которые удалось найти в торопях. На Вау-стрит инспектор полиции отказался принять чемодан с вещами. У меня на этот счет нет никаких инструкций, и, как я догадываюсь, власти не заинтересованы в том, чтобы мистер Уальд получал что-либо из города. После ухода Росса явился лорд Альфред. Чиновник сказал ему, что об освобождении под залог не может быть и речи. В подобных случаях полиция вынуждена соблюдать известную осторожность. — Если вы имеете в виду бегство, выкрикнул Дуглас, можете быть спокойны, раз он до сих пор не сбежал. — О, да, до нынешнего дня мы к этому были хорошо подготовлены. Не всегда можно рассчитывать на такую усердную помощь частных лиц, шепнул как бы доверительно чиновник. На другой день 6 апреля Уальд предстал перед судьей. Его ввели в зал с верхним освещением, с бледно-зелеными стенами и блестящими панелями. В глубине на возвышении сидел сэр Джон Бридж. Слева от него находилась скамья адвокатов, справа места для свидетелей. Чуть поодаль несколько молодых клерков пробовали свои перья. Напротив судьи стояла скамья, а за нею нечто вроде клетки, в которую и завел Уальда полисмен. В клетке уже находился Альфред Тейлор, которого тогда же арестовали по обвинению в соучастии. Он встал и, отвечая на приветствие Скаро подал ему руку. Это был молодой человек тридцати лет. Он происходил из богатой семьи фабрикантов какао, вел жизнь роскошную и эксцентричную. Квартиру, о которой столько говорилось на суде, он снимал в красивом доме на Литл Колледж Стрит, позади Вестминстерского аббатства. Окна там всегда были завешаны, воздух пропитан духами, швейцар не мог сообщить, кто убирает квартиру. Тейлор не держал прислуги, говорили, будто он даже сам себе готовит пищу. При обыске нашли много дамских париков, некоторые с длинными косами и запас необычного белья. Обвинение огласил мистер Гилл, а когда он приступил к допросу Уальда, сэр Джон Бридж неоднократно должен был его останавливать из-за оскорбительного тона вопросов и замечаний. Опрос свидетелей занял целый день. Вынесение приговора судья отложил на четверг. Мистер Треверс Хамфрис лишь под конец заседания вышел из состояния полной пассивности и попросил, чтобы его клиента отпустили под залог, на что получил решительный отказ. Еще в тот же день Уальда отвезли в Холлоуэй. Через щели в крыше тюремной повозки он видел первые загорающиеся ночные светила, слышал за стуком колес шумы улиц, которые оживил теплый апрельский вечер. Газеты были полны сообщений и вымыслов об аресте, о проведенной под арестом в полиции ночь, о начавшемся следствии. После полудня на дороге Лондон-Дувр-Калле было замечено необычное движение. Носильщики удивлялись обилию дорогих баулов, чемоданов, Нессессеров, шляпных коробок, которые им приказывали доставлять побыстрее. В вагонах первого класса была теснота, какой не встретишь даже в пригородных поездах в праздничные дни. Могло показаться, будто все, что представляло в Англии могущество, блеск, богатство, знатность, переселяется на континент. Там видели министров, знаменитых членов академии, получивших дворянство миллионеров, генералов. К потоку эмигрантов присоединились несколько снобов, чтобы их упомянули среди убегающих знаменитостей. Прежде чем рассеяться по побережью Средиземного моря, все они собрались в Париже и целыми днями осаждали английский бар в квартале Сент-Оноре, ожидая известий о деле Уайльда. Каждый час вскрывались десятки голубых телеграмм, сообщавших о действиях английской полиции, которая, как оказалось, хранила в своих архивах свыше двадцати тысяч фамилий подозреваемых. Только в четверг 11 апреля пришла важная новость. Сэр Джон Бридж, подробно ознакомясь с материалами обвинения, и на основании показаний свидетелей заявил, что обвинение представляется ему обоснованным, вследствие чего дела обоих обвиняемых Оскара Уайльда и Альфреда Тейлора он передает в главный уголовный суд. Мистер Хамфрис снова представил просьбу об освобождении под залог. Ответственность за разрешение на залог или отказ в таковом, сказал судья, лежит на мне. Тут я принимаю во внимание два обстоятельства тяжесть преступлений и убедительность показаний. Я вынужден отказать вам в принятии залога и держать Оскара Уайльда в тюрьме до дня суда. В течение трех недель ожидания суда вершился над Уайльдом суд общественный. В защиту нельзя было сказать ни слова. Фрэнк Харрис в то время редактор и один из главных акционеров еженедельника Saturday Review подготовил статью, в которой призывал общество проявить больше беспристрастия, воздержаться от осуждения, пока не будет вынесен приговор правосудия. Книга торговая фирма Смит и Сын, владевшая киосками на всех вокзалах, была предупреждена типографией и известила Харриса, что не примет для продажи газету, которая посмеет поднять голос в защиту Оскара Уайльда. Книга торговца прекратили продажу его произведений, все книги, имевшиеся на складах, были отосланы издателем. Театры вычеркнули его имя на афишах, но и это не помогло. Залы опустили, пришлось пьесы Уайльда изъять из репертуара. Два его сына Сирил и Вивьян должны были оставить школу, словно они были из дома зачемленных. Дирекция Портера Скул Венни Скили распорядилась убрать его имя с каменной таблицы, на которой были перечислены лучшие ученики, но в ту же ночь таблица по невыясненной причине треснула, и десять золотых букв бесследно исчезли. Несомненно, больше всего вредила ему слава. Шум вокруг среднего человека никого не оскорбляет, он даже бывает как бы скрытым прославлением посредственности, но незаурядный ум, бесспорный талант, очевидное и неоспоримое превосходство таят в себе нечто вызывающее и пробуждают хмурую тупую ненависть. Против Уайльда восстала ненависть мелкой буржуазии, не находившей у него ни одной из своих заурядных добродетелей. Лицемерный кальвинизм с невыразимым наслаждением поносил и затаптывал в грязь приверженца радости жизни. Говорили, что он разворотил Лондон. ссылались на пустые церкви, на все более частые разводы. По вечерам женщине нельзя одной пройти по Хаймаркету или Пикадиле. Самые древние старцы не упомнят таких неприличных слов, какие теперь слышишь от торговок и подметальщиков улиц. Имя Оскар стало нарицательным. — Вы говорите, что Оскар уже не подняться вновь, потому что он оскорбил всех порядочных людей, сказал один его друг. Хуже того. На него ополчились все негодяи, потому ему и не подняться вновь. Лавки, в которых были неоплачены счета, подавали жалобы в суд. Первую представил ювелир на сумму в 40 фунтов за булавку для галстка Дугласу. Расходы на процесс против Маркиза достигли 700 фунтов. Их должен был покрыть Альфред вместе с матерью и старшим братом. Все трое не исполнили обещание. Оскар оказался неплатежеспособным, суд признал его банкротом и распорядился о продаже его имущества с аукциона. Дом на Тайд-стрит был уже давно пуст. Констанция с сыновьями переехала к родственникам. Остался только слуга. Когда судебные исполнители пришли опечатывать имущество, он выбежал к ним голый, с цилиндром на голове. Безумец уцепился за большую свисавшую с потолка люстру и стал раскачиваться на ней, пока не упал, причем сильно расшибся и порезался осколками хрусталя. Аукцион походил на разбойничий набег. Были сорваны с петель двери, выломаны замки в шкафах и в письменных столах, на полу валялись осколки стекла, фарфора, клочки бумаги. Много вещей было украдено. Пропал план начтой комедии, рукопись оконченной драмы «Женщина, увешанная драгоценностями», из которой сохранился только отрывок. Исчезла несравненная и удивительная история мистера У-Х, единственная, дающая ключ к сонетам Шекспира, впервые изложенная полностью. Это был подготовленный для печати новый, расширенный вариант портрета мистера У-Х, который за несколько дней до процесса прислал Уальду издатель для каких-то дополнений. Толпа напирала на чиновников, и те, будучи не в состоянии унять шум, продавали только стоявшим поближе. Одна из лучших картин Уистлера была продана за несколько крон. Также по дешевке попали в неизвестные руки рисунки Берн Джонса, полотна Соломона и Монтичелли, дорогой фарфор, наконец, библиотека, несколько тысяч томов в дорогих переплетах, редкие издания, собиравшиеся Уальдом со студенческих лет у антикваров на Холлиуэлл-стрит и у букинистов на берегах Сены. Собственные произведения Оскара, напечатанные на особой бумаге в переплетах, изготовленных по его замыслу и рисунку, полные пометок и эскизов. Книги с посвящениями от Виктора Гюго, Уитмена, Суэнберна, Уолтера Паттера, Маларме, Мориса, Верлена, от всей современной литературной Англии и Франции вещи для писателя драгоценные и ничем невосполнимые. Два дня толпились там люди, и каждому хотелось приобрести за несколько пенсов клочок этой греховной роскоши. Бози сходил с ума от радости, что лорду Квинсбери аукцион не возместил и половины его судебных затрат. Уальд делал, что мог, дабы собрать деньги для защиты. Но, сидя в тюрьме, он мало что мог сделать. Он писал отчаянные и бесплодные письма, просил Роберта Шеррарда, находившегося в Париже, продать Саре Бернар авторские права на Соломею за 300-400 фунтов. Получив письмо, Шеррард в тот же день отправился на бульвар Перейр. Актриса разволновалась, заплакала. Она говорила, что, разумеется, она теперь ставить Соломею не может, что такой крупной суммы у нее нет, но она посмотрит, что найдется в кассе ее театра, поищет у знакомых, не даст ли кто взаймы. Пусть Шеррард придет через несколько дней в понедельник и пусть напишет своему бедному другу, как глубоко она ему сочувствует, как сильно хочет ему помочь. Она готова была обнять Шеррарда. В понедельник ему отворил дверь негритенок, Паш, Сары, и сказал, что хозяйка ушла, не оставив никаких распоряжений. Шеррард заметил, что он улыбается, но все же пришел еще несколько раз. Актриса всегда была чем-то занята и не могла его принять. Наконец, ему пообещали, что он получит письмо, и он прождал этого письма целую неделю с терпением и надеждой, которую можно было оправдать лишь большой его преданностью Уальду. Твоя рыцарская дружба, твоя прекрасная рыцарская дружба стоит больше, чем все деньги мира, ответил ему Оскар из Холлоуэя. Писание писем представляло единственную и столь хрупкую связь с миром, от которого он был отрезан внезапным несчастьем, принявшим такое множество страшных обличий. Это было также единственное занятие не подлежавшее тюремным ограничениям. Начальник Холлоуэя, в чью обязанность входил просмотр писем, посылаемых из его заведения, вначале с немалым трудом разбирался в узеньких, колышущихся как ленты строчках, и его суровое хмурое лицо недовольно морщилось, когда на него сыпалось это обилие слов, содержавших так мало настоящего смысла, истинное словесное буйство, нездоровая, по его мнению, горячка болтливости. Он относил это за счет ирландской крови, и всякий раз не мог сдержать удивление. «Право, господа», — говорил он своим подчиненным, «впервые случается мне видеть, чтобы человек ожидал суда среди такой сумятицы слов». В конце концов, он перестал этим заниматься и свел исполнение своего долга к тому, что старательно ставил печать на приносимых ему каждый день стопках почтовой бумаги. Сумятица слов — то было, возможно, самое удачное определение. Оскар одурманивал себя словами, как наркотик. Он писал всем друзьям, чаще других Альфреду Дугласу. Тот, впрочем, посещал его ежедневно. Каким-то образом Бозе удалось получить разрешение на часовую беседу в отдельной комнате. Четыре голые стены, простой стол из некрашенного дерева и два стула с соломенными сидениями. Появлялись папиросы, виски и содовое. Уальд, которого после захода солнца запирали в камере, страдающей бессонницей, лишенной табака, видевшей остальных друзей только через решетку в полном людей зале, принимал каждый такой час, как дивный неожиданный дар из тех скупых рук, у которых откуда-то появилась сила отодвигать засовы и еще более тяжкие полицейские правила. То, о чем беседовали эти двое, не заслуживало даже гримасы пренебрежения. Начальник тюрьмы, слушая доклад стражника, который всегда присутствовал при свиданиях, прерывал его после первых нескольких фраз. Ведь в стихах Вордсворта о майском ветре никак не усмотришь связь с делом человека, обвиняемого в глубоко безнравственных действиях. За исключением этого часа, до времени, когда Уальт писал письма и магия слов очищала его от душевных терзаний, остаток дня и всю ночь он находился в состоянии смиренной покорности человека, побежденного и отринутого судьбою. Мистер Треверс Хамфрис, посетивший его несколько раз, не мог почерпнуть ничего утешительного из вида этого небритого серого лица, сутулищейся спины и неподвижно сплетенных на колени рук. За несколько дней перед судом лорд Альфред Дуглас уехал в Кале и остановился в отеле Терминус, где уже с неделю жил Роберт Рус. Процесс открылся в субботу 26 апреля Волт Бейли. Председательствовал судья Чарлз. Обвинителем был мистер Гилл. Сэр Эдуард Кларк, мистер Чарлз Маттьюс и мистер Треверс Хамфрис заняли места на скамье защиты. Уальд сидел на скамье подсудимых рядом с Альфредом Тейлором, усталый, опустившийся, в плохо очищенном костюме с прилипшими соломинками из тюремных матрацев. Среди публики в одном из первых рядов находился маркиз Квинсбери с пунцовой розой сорта Кримсон Рэмблер в бутоньерке. При открытии заседания Кларк потребовал, чтобы дело у Альда отделили от дела Тейлора, ибо нет доказательств, что его клиента можно подозревать в соучастии в преступлениях человека, который подвергался аресту и состоял под надзором полиции. Соседство с ним на одной скамье создает ложное и вредное впечатление, что может оказать нежелательное воздействие на присяжных. Согласен, сказал судья, что это пункт щекотливый, но оба дела поступили ко мне с Бау-стрит вместе, и так были утверждены в Трюбилу вердикт присяжных о предании обвиняемого суду. Иной подход к ним можно установить только на основании опроса свидетелей, посему предложение защиты я должен отвергнуть. Вызвали свидетелей. Они шли один за другим. Чарли Паркер, Фред Аткинс, Эрнест Скарф, Уолтер Грэнджер, Мейвор Шелли, Арферт Вуд. Мистер Гилл извлекал из каждого возможно больше подробностей, что, впрочем, заранее было подготовлено адвокатами маркиза в беседах с каждым из них. Даже без метких замечаний защиты, без неожиданных вопросов Кларка, после которых обычно слышалось невнятное бормотание. Суд справедливый и непредубежденный, если бы в этом зале находился таковой, обнаружил бы во всем этом откровенный сговор. От свидетелей так и разило шантажом. Фред Аткинс, к тому же, находился под угрозой тюрьмы за лжесвидетельство. Один Шелли был исключением, но он был не вполне в своем уме. Зачитывали его письма, где говорилось о Боге с такой восторженностью, которую всякий англичанин счел бы неуместный, а затем, почти без всякого перехода, шли страницы о чувственных восторгах, довольно туманные, как бы в полусне написанные, несмотря на дурманище экзальтированные выражения. Это казалось каким-то непрекращающимся кошмаром. Мистер Маттьюс обратил внимание судьи на то, что Шелли лишь под действием вопросов обвинителя начинал как-то увязывать смутные образы своей фантазии с личностью обвиняемого. Не знаю, какие выводы сделают из этого присяжные, сказал судья, что до меня, я полагаю, что здравый смысл велит отвергнуть гипотезу защитника. Чего ради стал бы этот молодой человек с живым умом выдумывать вещи, о которых и вообще-то говорить неприятно, а особенно в этом зале. После воскресного перерыва разбирательство дела продолжили 29 апреля. Горничная из отеля Совой давала показания при закрытых дверях. Судья, указывая на Уальда, спросил, узнает ли она его. Да, конечно. Но то, о чем я говорила, нет. Он показался мне моложе, гораздо моложе и не таким высоким. Сэр Эдуард Кларк внезапно встал и попросил разрешить ему минутный разговор с его клиентом. У меня нет замечаний, сказал адвокат, когда оба они возвратились в зал. Уальд сидел бледный, слегка склонив голову на бок. Страх исчез из его глаз. По опухшим губам пробежало что-то вроде улыбки. В темных зрачках, глядевших так спокойно, уже тогда таилась мысль высказанная двумя годами позже. Чужие грехи были отнесены на мой счет. Стоило мне захотеть, и я мог бы на обоих процессах, разоблачив того человека, избежать, разумеется, не позора, но тюрьмы. Я сумел бы доказать, что три главных свидетеля были тщательно вышкалены маркизом и его адвокатами, о чем им молчать и о чем говорить, и как, заранее сговорившись и прорепетировав, перенести чужие действия и поступки на меня. Я мог каждого из них удалить из зала властью судьи еще более решительно, чем это сделали с жалким лжесвидетелем Аткинсом. Я мог бы выйти из суда, засунув руки в карманы, выйти свободным. Мне это советовали, меня заклинали, умоляли, но я отказался. Я предпочел не делать этого, никогда, ни на одну минуту, я не пожелел о своем решении. Такой поступок был бы ниже моего достоинства. Грехи тела ничто, постыдны только грехи души. Если бы я обеспечил себе свободу такими средствами, я терзался бы до конца дней. К нему вернулось сознание своего превосходства, и над загородкой показался четкий профиль его лица, светившегося внезапным оживлением. Речь пошла опять о литературе. Зачитали стихи Дугласа «Хвала стыду и две любви». «Это не стихи Уальда, мистер Гилл», перебил Кларк. «А я, кажется, этого и не утверждал». Мистер Гилл желал узнать, что означает любовь, не смеющая себя назвать вслух. Три головы защитников, будто на пружинах, обернулись в сторону Уальда. На всех трех лицах просьба об осторожности, но было слишком поздно. «Любовь, не смеющая назвать себя вслух», говорил Уальд, «речь идет, разумеется, о нашем веке, ибо наш век не может или не хочет ее понять. Это глубокое чувство мужчины, старшего годами к младшему, чувство Давида к Эонафану, чувство, составляющее основу философии Платона, заключенное в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это глубокое духовное чувство, столь же чистое, сколь совершенное, оно порождает великие произведения искусства, такие, как у Микеланджело и у Шекспира. И эти два стихотворения, они также произведения искусства, до такой степени непонятные в наше время, что вот я стою теперь перед судом. Это прекрасное чувство, чувство возвышенное, благороднейшее, это чувство интеллектуальное, и возникает оно тогда, когда старший наделен интеллектом, а младшему еще присуща радость и лучезарная надежда жизни. Мир этого не понимает, мир бесчестит и пригваждает к позорному столбу все, что с этим связано. Среди публики раздались аплодисменты. Судья застучал молотком. Публика должна соблюдать полную тишину, если это еще раз повторится, я прикажу очистить зал. Но мистер Гилл уже закончил опрос, и судья отложил заседание на следующий день. В среду выступления Кларка, обвинителя и судьи продолжались до полудня, после чего был оглашен вердикт присяжных. Три голоса были поданы за освобождение. Из-за отсутствия единогласия дело назначили на новое рассмотрение. Не сразу, но только в конце мая. На сей раз залог приняли. Из пяти тысяч фунтов Уальд дал гарантию на половину суммы. Остаток поделили между собой лорд Перси Дуглас оф Хойк и преподобный Стюарт Хедлем. Из Олд Бейли Уальд попросил отвезти его в гостиницу, где для него сняли комнаты. Кучер, словно не расслышав, еще раз спросил адрес. Оскар повторил громче, и в этот миг какая-то тень скользнула в щель между домами. Фиакр ехал с непонятной длительностью. Они еще не добрались до места, как часы на церковной башне пробили семь. Служителю, проводившему его наверх, Уальд сказал, что обедать будет у себя в номере, но не успели подать тарелки, как вошел хозяин и попросил тотчас съехать из гостиницы. Он, мол, знает, кто его постоялец, и не желает, чтобы тот хоть минуту дольше оставался под его кровом. Уальд дал отвести себя на окраину Лондона, где кучер сам указал ему гостиницу. Это был неказистый и грязный постоялый двор. Там никто его не знал. Он был настолько утомлен, что сразу же лег. Его разбудил стук в дверь, который он сперва принял за кошмар. Когда же стук повторился, еще более громкий. Уальд встал и открыл. Хозяин, кланяясь, что-то бормотал. Очевидно, он чего-то просил и в чем-то оправдывался. Эти люди говорят, что если вы отсюда не уедете, они разнесут дом и наделают шуму на весь околоток. Какие люди! Хозяин пожал плечами и возвел глаза к потолку. Потом стал усердно помогать постояльцу одеться. На улице было пусто и темно. В самом ее конце, там, где горел фонарь, прикрепленный к стене углового дома, бродила десятка-полтора фигур. Уальд направился в противоположную сторону. Сделав несколько шагов, он побежал, охваченный неодолимым страхом. Наконец, чувствуя, что силы его покидают, он остановился и поглядел назад. Позади не было никого. Около часа по полуночи в доме на Оукли-стрит послышался тихий стук в окно. Сидевший за письменным столом Вилли Уальд не обратил на это внимания. Сдвинул его с места только окрик матери из соседней комнаты. «Сходи, Вилли, посмотри, кто там на лестнице». В коридоре у дверей лежал Аскар. «Пусти меня, Вилли, пусти поспать хотя бы на полу, иначе я умру на улице». Старший брат, который в этот час обычно уже плохо держался на ногах, с трудом втащил его в помещение. При свете Аскар заметил в его глазах торжествующий огонек. «К счастью, — думал Пинчуга, мои грехи вполне пристойны». Утро Аскар проснулся в комнате, заставленной шкафами и другой старой мебелью. Перед его глазами было окно с такой темной занавеской, что свет дня казался унылыми сумерками. У Аскара был жар, мучила жажда, но он боялся позвать, не знал, кто появится в дверях закрытых плюшевой портьеры. Он увидел мать. Когда она нагнулась над ним, один из медальонов, которые она носила на груди, отцепился и упал ему на руку. То была миниатюра, изображавшая его мальчиком девяти лет, с челкой на лбу и веточкой сирени в петлице костюмчика. Через несколько дней его начали посещать друзья. Приехал из Парижа Роберт Шеррард. «Почему ты не привез мне яду из Парижа?» Он много раз повторял этот вопрос. Звучание слов доставляло ему явное удовольствие. Ежеминутно просил еще и еще лимонаду, прерывал разговор на половине фразы и надолго впадал в молчаливую задумчивость. Ему читали сонеты «Вордс» он слушал прикрыв глаза. Чрезвычайно удивился неправильной рифме «Что это такое?» и рассмеялся прежним своим искренним смехом. Какая-то дама под вуалью принесла пакет, в котором была подкова, букетик фиалок и записка со словами «Желаю счастья». Пришло несколько писем одной из Мадрида от какого-то узника, писавшего, что он родственник Аскара и просившего поддержки. И принес письма с выражением сочувствия от многих друзей из Ирландии. Вилли был этим недоволен. «Кто же защитит его лучше, чем я?» говорил он. И бегал по Лондону, чтобы заводить разговор об этом бедном Аскаре. «Это ужасно», сокрушался Аскар. «Вилли способен опорочить даже паровую машину». В конце недели явился Фрэнк Харрис и увез Аскара к себе на обед. У него был подготовлен план бегства, но не та яхта, стоявшая на Темзе. Он хотел перевезти Уайльда во Францию. По пути на пристань Аскар неожиданно выскочил из Фиакра. «Это невозможно, Фрэнк. Я знаю, это было бы чудесно, но нет, нельзя. Меня бы сразу арестовали. Ты не знаешь, что такое полиция. Сидеть во Франции и дрожать, прятаться, убегать от каждого полицейского. Нет, Фрэнк, это было бы ужасно». «Выдумки. На континенте никто не имеет права тебя арестовать, а залог, Фрэнк. Ты забываешь, сколько человек за меня поручилось? А ты вернешь им деньги. Опишешь свое бегство и заработаешь тысячи? Нет, это невозможно. Если до вечера я не вернусь на Оуглистри, Вилли сообщит в полицию. Твой брат? Да, он. Пусть так, пусть кто-нибудь узнает, когда мы будем уже в море. Да в конце концов до двадцатого мая ты свободен, ты можешь делать, что хочешь. О, ты не знаешь моего брата. Он заставил меня выкупить несколько моих писем и потребовал за них больше, чем кто-либо другой. Они снова уселись в фиакр. На Оугли стрит, Фрэнк, смотри же. По дороге Уальд всякий раз, когда ему казалось, что едут не в том направлении, готов был опять выскочить. Перед домом стоял Вилли. Я уже беспокоился, сказал он, беря Оскара под руку. Почему? спросил Харрис. Боялся, что вы уговорите его бежать. А он, прошу вас, мистер Харрис, это запомнить, он ирландский джентльмен. Ирландский джентльмен никогда не бежит от английского суда. Обесчещенное имя, жизнь в непрестанном страхе перед преследованием, писал Оскар Дугласу. Нет, это не для меня, которому явился ты на той высокой вершине, где все прекрасное обретает новые формы. Впрочем, с тех пор, как я вышел из тюрьмы, в меня вселилась надежда, что я туда никогда уже не вернусь. В этот раз было три голоса за оправдание, на следующем процессе их будет двенадцать. Представляешь, какой это будет день? Я хотел бы, чтобы ты был со мною, но предпочитаю знать, что ты вне всякой опасности, золотой мой мальчик. Довольно того, что мрачное испытание пройдет только через мои жилы. В твои оно уже вольется волною смеха, волною счастья. Пожалуй, ни один человек не был дальше него от надежды и счастья. В последние дни он вовсе перестал выходить, жаловался, что болен, и, казалось, отчаяние его парализует. Вилли то и дело приводил к нему мать, и она говорила, если бы ты сбежал, Аскар, я бы от тебя отреклась. Он все считал, сколько еще осталось ему часов этой отравленной свободы, пробовал свыкнуться с мыслью, что ему дадут год тюрьмы половину того, что определено самой суровой статьей закона. Несколько дней передышки имел он в доме одной из своих знакомых богатой Ады Леверсон, которая предоставила ему две комнаты на втором этаже. То были детские комнаты, полные игрушек. Уальд попросил игрушки не убирать. Завтрак, обед и полдник приносили ему наверх, только вечером он появлялся у своих хозяев, одетый, как в прежние времена, с цветком в бутоньерке, с прической Аленерон. Тут навестила его жена, умоляла бежать из Англии. Но день-другой покоя вернули ему уверенность в себе, он не желал ни о чем слышать, готовился к победоносной битве. Утром 20 мая за ним приехал лорд Дуглас оф Хойк. Судебное заседание началось долгим юридическим спором, в котором участвовали Кларк, судья Уиллс и обвинитель сэр Фрэнк Локвуд. Речь шла об исключении Уальда из дела Тейлора, а когда это произошло, возник вопрос, какое дело разбирать раньше. Кларк добивался, чтобы первым шло дело Уальда, резонно опасаясь, что после осуждения Тейлора присяжные будут сильно предубеждены. По той же причине обвинитель этому воспротивился. Дело Тейлора заняло два дня. Обвиняемый не признал себя виновным, присяжные вынесли вердикт, осуждающий его. Однако судья не огласил приговора, объявив, что сделает это позже, и назначил слушание дела Уальда на следующий день, при новом составе присяжных. Куинсбери высидел до конца и не мог выместить распиравшей его радости. Напился до пьяна в ресторане Спирс Сент-Понс-Баффет по соседству Солт-Бейли. Из ресторана он послал телеграмму своей невестке, леди Дуглас оф Хоик. Спешу принести поздравления по поводу вердикта, если не по поводу мины Перси, который ходит как живой труп, наверное, от избытка поцелуев. Тейлор осужден. Завтра очередь Уальда. С тех пор, как Перси поручился за Уальда, Маркиз чуть не каждый день слал его жене подобные письма или телеграммы. Наконец, сын с отцом случайно встретились на Пикадиле вечером 23 мая. Почти с первых же слов вспыхнула ссора. Маркиз поднял трость, два или три раза ударил сына, потом они стали драться по всем правилам бокса, согласно правилам бокса, составленном Куинсбери. Полицейский отвел их в участок. Там составили протокол и на другой день оба предстали перед полицейским судом за нарушение общественного порядка. Так старый пьянчуга входит в историю 19 века. Молвил Уальд, когда за обедом у миссис Леверсон ему рассказали об этой стычке. Это последний вечер перед решающим днем. Собралось немало друзей. На столе красуются любимые тетерева, в хрустальной вазе со льдом бутылка шампанского, у мужчин в бутоньерках туберозы, хозяйка дома приколола к корсажу две белые камелии. Говорят, мало. Все следят за пробегающими по лбу Уальда тенями. Он заканчивает беседу с мистером Хамфрисом, обсуждают, как обеспечить мать денежным пособием. Вы понимаете, на время моего отсутствия, к примеру, на какой-нибудь год, если я сам не смогу этим заниматься. Лоб его вдруг светлеет, глаза блестят по-прежнему, он начинает смеяться, смех ворвается так неожиданно, что склоненная лысая голова слушающего адвоката резко отшатывается. Уальд рассказывает историю некоего изобретателя. Молодой человек придумал такое кресло для театрального зала, которое дало бы большую экономию места. Его друг пригласил на обед две дюжины миллионеров. Им показали модель театра на 600 мест. Привели расчеты о практичности изобретения, и миллионеры согласились дать деньги. Однако ночью молодой человек занялся вычислениями. До утра он считал, сколько прибыли принесло бы это кресло во всех театрах мира в течение года. В следующий день он подсчитывал места во всех церквах на свете, потом перешел к школьным классам, к университетским аудиториям, принялся соображать, какие заведения могли бы еще использовать его изобретения. После недели напряженного труда он дошел до миллиардов денежной прибыли, а также многих выгод моральных, политических и религиозных. Закончив вычисления, он узнал, что миллионеры уже и слышать не хотят о его далеко идущей, сулящей целый переворот затеи. Оскар заключает рассказ новым взрывом смеха. Всего минуту назад оживленные жесты, обилие слов, быстро меняющихся образов, как бы заслоняли его самого. Теперь он сидит весь открытый, неуверенным, слегка испуганным взглядом присутствующих. Никто не ожидал этой истории, никто ее не понимает. Все пытаются уловить какую-то связь между нею и самим Уальдом. Трудно видеть в нем просто переполненное смехом существо. Но он все смеется, смех клокочет у него в горле, как прежде, как всегда, и, наконец, сидящие за столом дают себя увлечь, хохочут, забыв обо всем. По лбу Уальда опять пробегают тени. Он вынимает из кармана часы, портсигар, карандашик в золотой оправе, записную книжечку в кожаном переплете, раскладывает все это на столе, прибавляет еще два перстня, расческу из слоновой кости, потом отделяет всех по очереди. Расческа достается лысому адвокат. Я могу быть уверен, мистер Хамфрис, что в ваших руках мой подарок не износится. Он поднимается, просит извинить, но он устал, завтра надо раньше встать, и, пожелав всем спокойной ночи, уходит наверх. На другой день Уальд снова сидел на скамье подсудимых и, как все эти дни чертил на листке бумаги буквы греческого алфавита, кружки, сетки, свастики, только бы не поднимать глаза, не видеть усмешки обвинителя, узких губ, квадратной челюсти и прищуренных глаз судьи. Все происходившее как бы отгораживало перена тумана. Фамилию Уальда надо было повторять дважды, чтобы он встал и снова давал те же ответы на те же вопросы. Дело продвигалось туго, будто скрипучий, заржавевший, непослушный механизм. В моменты, которые легко было предвидеть, возникали юридические споры между судьей, обвинителем и защитником. Потом опять появлялись свидетели. Все те же. Куинсбери их приодел, кормил вдоволь и перед судебным заседанием, не спускал с них глаз. Не удалось ему лишь изменить их прошлого, оно ежеминутно всплывало из документов. Уальд слушал рассеянно, мысли его были далеко, и он не заметил, как в этой мельнице правосудия что-то все же застопорилось. Показания свидетелей отпадали, как шелуха. Шелли признали умалишенным, Вуд и Паркер брали у маркиза деньги, были шантажистами, их свидетельства не подтверждались. Тому, что говорит Вуд, нельзя верить, признал судья, так как он принадлежит к самому низкому классу отбросов общества. А несколько истерических горничных вели себя так, что судья готов был удалить их из зала. Зоркий наблюдатель заметил бы, что из всех материалов обвинения не осталось ничего, кроме взятых из книг Уальда фраз до следов дыма отсожженных писем, которые он выкупил у Вуда. Однако присяжным не хотелось утруждать себя. Дело уже так запуталось, расхождение в свидетельствах зашло так далеко, что единственной опорой для присяжных были ожесточение прессы, злая воля судьи и коварное рвение Локвуда. Их совершенно покорили картины, нарисованные в его обвинительной речи, походившей на отрывок из Святониевых «Жизней Цезарей». В последний день 25 мая судья Уиллс усердно внушал им убеждение в том, что он совершенно беспристрастен. Кларк неоднократно прерывал его речь, добиваясь опровержения ложно освещенных фактов, на что в конце концов получил отповедь «Речь судьи не может быть бесцветной, не то она никому не принесет пользы». В начале каждого раздела речи появлялась одна и та же дата — 1892 год. Ни одно свидетельское показание не заходило дальше того месяца и дня, когда Оскар Уальд познакомился с Альфредом Дугласом. Глава присяжных спросил, отдан ли приказ об аресте молодого лорда? «Не думаю», сказал мистер Уиллс. «Мне об этом ничего не известно». «А не говорилось ли об этом? Суд этого не добивался?» «Не могу был отдан приказ об аресте?» «Мало свидетельских показаний нужны доказательства совершения наказуемых действий. Писем, говорящих об отношениях такого рода, недостаточно. Нет, лорда Альфреда не вызывали, но господа присяжные могут оценить эти обстоятельства как сочтут необходимым». «Если из этих писем можно сделать вывод какой-либо виновности, сказал глава присяжных, то ее в равной мере разделяет лорд Альфред Дуглас. Это к делу не относится. Господа присяжные лишь должны своим вердиктом подтвердить вину подсудимого». Так и остался в общественном мнении незапятнанный образ лорда Альфреда Дугласа, благородного юноши, который под влиянием развратного писателя, был близок к падению, но был спасен заботливым и любящим отцом. В половине четвертого присяжные удалились для совещания. Через два часа они прислали судье вопрос. Было ли подтверждено, что Чарльз Паркер провел ночь в квартире на Сент-Жеймс-Плейс? Мистер Уиллс ответил, что нет, не было. Еще через несколько минут присяжные возвратились в зал с подтверждением всех двадцати пяти пунктов, из которых с дюжину сам судья готов был отвергнуть за отсутствием доказательств. Выслушать приговор привели Альфреда Тейлора. Оскар Уальт и Альфред Тейлор начал судья. Преступление вами совершенное отвратительно. Ограничусь этим определением, хотя мне трудно подавить чувства, которые пробуждаются в душе каждого уважающего себя человека перед лицом фактов, обнаруженных в ходе этих двух ужасных процессов. В том, что на сей раз присяжные вынесли вердикт правильный и продиктованный совестью нет ни малейшего сомнения. Мое освещение дела могло показаться слишком осторожным, что можно объяснить соображениями приличия и присущей каждому судья заботы о том, чтобы ни тени предубеждения не проникло в акт правосудия. Однако состав присяжных является голосом гражданской совести и наилучшим образом исполняет свой долг тогда, когда выражает глубокое возмущение подобными поступками. Но бесполезно читать тут проповедь. Люди, способные на такие вещи, разумеется, нечувствительны к позору, и нечего ожидать от них какого бы то ни было раскаяния. Нельзя сомневаться, что от вас, у Альт, исходила зараза самой отвратительной порчи нравов. Благодаря своей профессии и положению вы располагались сатанинскими средствами. Хотя это дело самое неприятное из всех, какие я до ныне вел, я почти счастлив, что моей рукой будет отсечен сей ядовитый побег на здоровом стволе нашей нравственности. В этих условиях все ждут от меня самого сурового приговора, допускаемого нашим правосудием, и приговор этот, по моему мнению, будет еще слишком мягким. По приговору суда ее королевского величества каждый из вас будет осужден на два года тюрьмы и тяжелых работ. Уальт стоял совершенно неподвижно. На белых его руках, опиравшихся на барьер, темнели синие жилки. При последних словах судьи он дернулся, пурпурным заревом кинулась в лицо кровь, глаза раскрылись так широко, будто сейчас выскочат из орбит. Он протянул правую руку в сторону судьи. А я, а я, воскрикнул он, могу ли я что-нибудь сказать, милорд? Судья отрицательно махнул рукой. Уайлд исчез в боковых дверях, уведенный тюремными стражами. На улице у Олд Бейли еще с полудня собралась большая толпа. Возбуждением ожидавших пользовались агитаторы, произнося речи в связи со скорыми выборами. На конец июня был назначен распуск парламента. Впрочем, сейчас это мало кого интересовало. Улицы были усеяны листовками, которых никто не читал. В редкие минуты тишины слышались цитаты из Библии, оглашаемые хриплым голосом уличного проповедника. Группа членов общества трезвости, протискиваясь сквозь толпу, ходила взад-вперед с прибитой к шесту грубо намалеванной картиной. Оскар Уальд в окружении бутылок с различными напитками, а внизу надпись, призывающая к воздержанию. Наконец наступили сумерки. Из-за темных мрачных домов здесь они сгущались особенно быстро, и толпа стала похожа на унылое серое месиво. Из коридора уголовного суда донесся вой, известие о приговоре дошло до стоявших у входа. Те, кто пришел сюда из ненависти к тонкому белью и хорошо скроенному костюму, объединились в общем ликовании с теми, кто ненавидел новую мысль и непривычную музыку слов. Ругали аристократов. Мужчины, покатываясь со смеху, обнимались, потом отскакивали в стороны и принимались тузить друг друга кулаками. На мостовой, выбрав место посвободней, проститутки, взявшись за руки, образовали большой круг. Они плясали, прыгали, извивались, как сумасшедшие. Им аплодировали. Толпа, не сдерживаемая спокойными, улыбающимися полицейскими, двинулась через Лутгейт на Флит-стрит и Стрэнд, и там стало шуметь под окнами редакций. Экипажи, оттесненные толпою на Флит-лейн, вернулись к зданию суда. В одном из первых сели Альфред Вуд и Чарльз Паркер. Вуд стоял на подножке и вдруг рассмеялся. «Ах ты, гиацинт!» и всей ладонью ударил Паркера по спине. Глава седьмая Его повезли в тюрьму у Энсворд. Хотя было очень рано, на улице собралось немало народу. Поношенная одежда плохо сидела на людях, прежде не встречавшихся в этом пригородном районе. Светские дамы взяли платье у своих горничных, многие джентльмены выглядели так, будто наряжались у старьевщиков. Всех, однако, ждало разочарование. Плотно закрытая карета с узником въехала, не останавливаясь в ворота, которые тотчас заперли. Начальник тюрьмы выслушал рапорт стражников, проверил бумаги и поставил на них номер камеры. Следуя за смотрителем, Оскар Уальт прошел в длинный коридор, неся в руке узелок. В узелке были вещи, в которых он отныне должен был ходить. Весь кошмар последних дней вылился в этот ужасающий факт. Ему придется надеть одежду, которую кто-то уже носил. Может быть, все же позволит иметь собственную сорочку? Как часто можно будет ее менять? Перед ним открылся полумрак какого-то помещения, воняющего помоями. Приказали раздеться. В углу он увидел продолговатое углубление в полу, наполненное темной водой, с белыми пузырьками мыла. Несколько секунд он стоял, не двигаясь. Двое верзил, стоявших за его спиной, стащили с него сюртук. Сорочку, брюки он уже снял сам, дрожащими пальцами стягивал с себя белье, наконец, совершенно голый, отошел на середину комнаты. Его толкнули, и он, поскользнувшись, упал в бассейн. Раздался плеск от падения грузного тела и одновременно долгий жуткий вопль. Не в силах удержаться за скользкие стенки бассейна, он то и дело окунался в воду. Мерзкая жидкость вливалась в рот, а когда наконец голова вынырнула на поверхность, его бурно стошнило. Верзилы со смехом вытащили его и бросили ему мокрую тряпку, чтобы обтереться. Одетый в тюремный тиковый костюм с черными полосками, Уальд вошел в свою камеру. В полдень дали обед, суп из кукурузной муки, и кусок черного хлеба. Он ни к чему не притронулся. Весь день его не тревожили. Он лежал на дощатой койке без тюфика, и в течение ночи несколько раз видел фонарь надзирателя, вспыхивавший в проеме открывавшейся двери. Но вот на стене обозначилась тень оконной решетки, знак того, что где-то уже пробивается страшный свет дня. «Кто там?» — крикнул Уальд, услышав ляск замка, но увидел на пороге стражника и спохватился, что у него ведь нет права иметь свой ключ или задвижку. Тюремный день начинался мытьем пола и чисткой утвари. Потом работа. Надо было раздирать пеньковые веревки на паклю, твердые пропитанные смолою веревки, от которых ломались ногти, деревенели и кровоточили пальцы, или шить мешки, или безостановочно вертеть рукоятку блока, поднимавшего воду из колодца, или, накинув лямку, вращать жернов, моловшее зерно. Один час в сутки был отведен для прогулки. Несколько десятков узников медленно описывали большой эллипс, обходя тюремный двор. В пять часов дня хлеб и кружка воды, после чего камеру запирали на ночь. Во время первой прогулки позади него послышался шепот. Это был тот пронзительный шепот, которым объясняются между собою узники, не открывая рта, резкий шорох слов. Кто бы ожидал встретить в таком месте короля жизни? Оскар вздрогнул, но не обернулся, только еще больше сгорбился. Король жизни. Право же, нет ничего забавного в таком прозвище, особенно когда это нечто большее, чем обычная мимолетная шутка. он не обернулся, потому что не был уверен, что это голос идущего за ним человек. Голос ведь вполне мог исходить и из ада. Невероятное перестало быть таковым с тех пор, как произошло столько невероятного. Он жил как в бреду, скорее угадывал, чем слышал, что ему говорят. Внезапно срывался с места, бежал, расталкивая других узников, всегда охваченный страхом, что недостаточно быстро двигается, недостаточно быстро улавливает мысли надзирателей. В этом беспокойстве, конечно, была большая доля чисто физического страха, но оно еще сгущалось, становилось неодолимым из-за безумного суеверного ужаса, ужаса перед чем-то куда более грозным, чем смерть, более сокрушающим, чем убийство. Теперь все казалось возможным. Он не верил, что кто-либо вспомнит о нем, если его убьют. Ни одна весть о нем не выйдет из этих стен, а, впрочем, никто по ту сторону и не ждет этой вести. Будто некий дальнобойный снаряд отшвырнул его далеко за пределы мира, и трудно поверить, что после семисот тридцати дней механизм обратного действия закинет его опять на то же место, на перекресток тех же улиц, в круг знакомых лиц и взглядов. Тогда все это было лишь игрой страшных сновидений, но изо всех мест на земном шаре сырой этот погреб, обнесенный высокой оградой, пожалуй, наименее пригоден для причудливых снов. Ночью жестокая усталость сковывала его тело, и на несколько часов он забывался сном, но потом глаза открывались в непроглядной тьме, и он не мог сомкнуть их до самого утра. Он страдал. Страдал из-за растоптанных суетных стремлений, страдал, как человек некогда счастливый, как Денди, поэт и пикуреец, страдал телом, мозгом, воображением. Человек, представлявший себе трагедию всегда в пурпурной мантии и в маске благородного горя, дергал на себе тюремную блузу, пропитанную чужим потом, царапал ногтями бритую голову в неутолимом желании смерти. Помышляя о самоубийстве, он обследовал четыре голые стены с рвением человека, надеющегося обнаружить потайные дверцы, за которыми спрятано сокровище, но не нашел ничего. Даже куски веревки, которые ему приходилось разрывать, были слишком короткими, чтобы сделать из них петлю. И день, и ночь надо всем царили слезы. В тот день, когда на глазах не выступали слезы, он чувствовал, что сердце в нем окаменело. Душа его облеклась в жесткую неподвижность, будто некую власеницу из вечной тьмы сотканную. Время перестало идти, сплошным серым колесом оно вращалось вокруг постоянно неутихающего страдания. Голод заставил Уальда есть тюремную пищу. Суп вонял той мокрую тряпкой, которой он обтирался после купания. Когда желудок уже настолько привык, что не было рвоты, началась непрекращающаяся диарея. Полное экскрементов ведро ночью не разрешалось выливать, и оно отравляло воздух тесной низкой камеры. Закрепляющие средства, которые ему давали три раза в день, не помогали. Он похудел, ослабел и все хуже исполнял свою работу. Его стали наказывать за лень. Несколько раз сажали в карцер. В какое-то воскресенье он не смог подняться с койки. Надзиратель советовал ему встать. «Не могу», ответил он, «делайте со мной что хотите». Пришел врач. Тюремный хирург не признавал болезни менее тяжких, чем перелом ноги. Уже с порога он начал кричать «Встать! Нечего притворяться! Вы здоровы! Вас только надо наказать за неповиновение!» У Уальда не было сил даже для отчаяния, которое иногда заменяет подлинную смелость. Он встал и как бы на ощупь оделся. Кое-как добрался до часовни, где уже началась служба. Он шатался, в глазах все шло кругом, наконец настала полная темнота. Очнулся он с ощущением резкой боли в правом ухе, но сразу же о ней забыл. То, что он увидел, казалось прекрасным сном, и только присутствие стражника поддерживало впечатление реальности. Он лежал в просторной светлой палате, лежал на кровати, укрытой одеялом, с пристегнутой внизу белой простыней. От его руки, покоившейся на краю простыни, от пальцев ног, прикасавшихся к свежему выстиранному полотну, от чистоты и мягкости постели разливалось по телу невыразимое наслаждение. Невольно улыбнувшись, он заметил добрый взгляд больничного служителя. «Прошу вас чего-нибудь поесть». Этот человек подал ему ломоть белого хлеба с маслом. Уальд расплакался. Когда служитель ушел, он собрал рассыпавшиеся по одеялу крошки и, увидев, что несколько крош купало на пол, перегнулся из постели и все их собрал. Закончился первый квартал. Надзиратель принес ему Библию и сказал, что с этих пор он будет получать по одной книге в неделю. Это было большим счастьем. В первый день он сразу прочитал половину пятикнижия, но потом стал бережливее, позволял себе лишь с десяток, а то и меньше страниц, опасаясь, что надзиратель мог ошибиться и принять квартал или месяц, за неделю. С первых же страниц, с рассказа о яблоке, грехе и рае, удивило сходство с его собственной историей. И отныне в каждом персонаже, в каждом событии, в гневе пророков и в плаче псалмов он находил какие-то черточки своей жизни, пусть даже некий невысказанный шепот души. Он не дошел еще до половины экклезиаста, как неделя прошла, и он получил новую книгу. По переплету он понял, что она не из тюремной библиотеки. Это был роман Олтера Паттера Марий Эпикуре «Господин, который принес книгу», сказал надзиратель, «ждет в зале свиданий». Начальник разрешил десять минут разговора. Отводя Уальда через четверть часа обратно в камеру, надзиратель мог подумать, что ведет сумасшедшего. Уальд ежеминутно закатывался пугающим смехом. Невозможно было смотреть на это обросшее, истощенное лицо, на расширенные, налитые кровью глаза, на разорванный смехом рот с выщербленными гнилыми зубами. Надзиратель присутствовал при разговоре, и ему было непонятно, что такого потрясающего могло содержаться в осторожных словах молодого адвоката. Самые обычные вопросы, да несколько фраз о денежных делах. Поведение узника вызывало беспокойство. Уходя, надзиратель невольно запер камеру на замок. Разговор действительно был с виду совершенно обыкновенный. Лишь под конец посетитель, делая вид, будто читает какой-то документ, сказал, «Принц Флер-де-Лис просит напомнить вам о себе». Флер-де-Лис по-французски «Цветок лилии». Уальд посмотрел удивленно, он не понял. «Этот господин теперь за границей», повторив предыдущую фразу, уточнил адвокат и упомянул Неаполь, Виллу, книжку стихов. Все сразу стало ясно. Уальд засмеялся впервые со дня приговора. «Принц Флер-де-Лис». Можно умереть со смеху. «Принц Флер-де-Лис напоминает о себе человеку, у которого вместо имени номер его камеры, одной из тысячи в длинных галереях тюрьмы. Когда ему запрещены любое слово, самая обычная фраза, которую может себе позволить последний нищий, кто-то издает книгу стихов и, возможно, вдохновляется воспоминаниями о странной злополучной дружбе. Этот господин теперь за границей». И, словно безумный его смех обладал разрушительной силой, по камере чудилось, прошла буря. Рассыпались темные своды, сырые стены, и открылся широкий вид на просторы моря, в котором купались белые дома Неаполя. Взгляд ввинчивался в их гущу, пахнущую свежим теплым воздухом, искал знакомые крыши, фасады, ворота, чтобы среди них обнаружить ту единственную виллу, которая верно сгорела бы, достигни до нее убийственная как молния ненависть. Три месяца Уальд не думал о Дугласе, и вдруг принц Флэр де Лис сам напомнил о себе о мертвевшей памяти. Когда-то в далекие баснословные времена октябрь сеял золотую листву. Большие лапчатые кленовые листья покачивались в воздухе с осторожностью опускающиеся на землю птицы. Слова леди Куинсбери звучали спокойно мягко. Он не понимал, что она говорит. С изумлением смотрел на пышную красоту, на миловидное почти девичье лицо этой женщины, за плечами которой было сорок с чем-то лет и множество несчастей. Он удивлялся, откуда такое великолепное спокойствие у дочери буйной семьи Монтгомере оф Эллингтон, особенно при описании характера ее третьего сына. Вы его не знаете, говорила она. Боззи вспыльчив. Он, возможно, способен на жестокость, очень тщеславен. При этом есть в нем что-то, что я назвала бы отсутствием сознательности в денежных делах. Тут он просто невменяем. Я тревожусь. Какая тревога могла быть в этом существе, чье присутствие умиротворяло, словно бы вместе с листьями в этот осенний день упал на землю кусочек неба? Я тревожусь, что ваша дружба разобьется, натолкнувшись на эти недостатки. О, миледи, засмеялся Оскар, тщеславие для молодого человека нечто вроде прелестного цветка, который он может носить вполне непринужденно, особенно, если зовется лорд Дуглас. А то, другое, право не знаю, рассудительность и бережливость — это добродетели, не свойственные ни моей натуре, ни моей нации. Октябрьский этот день в Брэкнелле оттеснили другие воспоминания. И Оскар вдруг увидел Альфреда так отчетливо, что боялся шевельнуться на койке, как бы не кинуться на него, не схватить за горло. В ушах звучал его голос, виделись движения нервных рук, вновь послышались тщательно, будто по капле отмеряемые слова за весь долгий срок в три года. В памяти ожили улицы и переулки, по которым они ходили вместе, шум воды, дыхание леса, порывы ветров, игра облаков. Все, что некогда сопутствовало их дням, возвратилось так явственно, что он видел даже положение стрелок на часах, отмеряющих время для них обоих. Поток страдания, который до ныне неумолимо вращался вокруг скованного параличом ума, впервые метнулся в сторону, мчась, кустью, пугающему сверканием солнца и свободы. За одну эту ночь Аскар прошел все ступени отчаяния, бешенства, горечи, возмущения, судорожных рыданий, страха и безмолвной муки. Пришедший поутру надзиратель попятился, будто увидел упыря. Из угла глядела на него пара безумных глаз. Ваша жена пришла вас навестить. В зале свиданий стояли две железные клетки, в нескольких метрах одна от другой. В проходе между ними стали два надзирателя. Когда за прутьями окошко противоположной клетки появилось лицо, до половины прикрытое красным платком, так что видны были только нос, блестящие глаза, до полос колба под серой шапкой, миссис Уальд спросила, «Это ты, Оскар?» ей отвечал голос, которого она никогда не слышала. «Я убью его! Убью!» кричал он. «В тот же день, когда отсюда выйду, в тот самый день, когда его увижу, я убью его, как собаку!» На часах, которые надзиратель держал в руке, прошло пять минут, пока узник только кричал со слезами на глазах. «Говори громче!» успокоившись, сказал он и повернул голову левой стороной к окошку. «Я не слышу, что ты говоришь!» Миссис Уальд ничего не говорила. Опять какое-то время прошло в молчании. «А Сирил?» «Что делает Сирил?» Она начала говорить о сыновьях. Сперва о Сириле, потом о Вивиане. Слова вырывались беспорядочно, смешиваясь со слезами. Надзиратель спрятал часы в карман. «Оскар!» Окошко в противоположной клетке было пусто. 13 ноября 1895 года Уальда перевозили из тюрьмы Уэнсворт в Рэдинг. На станции Клепхем пришлось полчаса ждать пересадки. День был ненастный. Оскар стоял под дождем, на руках у него были наручники. Люди останавливались поглазеть на арестант. Судя по странному, пугающему выражению лица, предполагали, что это крупный преступник. Конвоиры на вопросы не отвечали. Подошел поезд, и из числа пассажиров выделилась новая кучка любопытных. Какой-то джентльмен остановился, потом хотел было уйти, но опять вернулся, перехватил взгляд узника и, подойдя поближе, плюнул ему прямо в глаза. — Это Оскар Уальд! — выкрикнул он. Толпа зашевелилась и обступила Уальда более плотным кольцом. Посыпались издевки, брань, насмешки. Конвоир взял его под руку и отвел вглубь вокзала. Толпа последовала за ним и стояла, пока поезд не увез его с их глаз. Долгое время Уальд каждый день в два часа пополудни плакал, вспоминая те полчаса, проведенные на станции Клепхем. В Рейдинге правил жестокий майор Айзексон. На протяжении долгой тюремной службы, которую он прошел от низших ступеней до поста начальника, он приобрел обширные познания во всем, что требуется, дабы расширять, углублять, продлевать страдания человека и причинять смерть. А смертью он занимался немало. Ему чаще, чем кому-либо другому поручали осужденных на казнь. Это был один из тех преступников, которым по странной случайности дана возможность ежедневно совершать преступления с полной безнаказанностью и под прикрытием закона. Никогда не покидая зубчаток стен своей крепости, будто в убеждении, что за ними кончается его безопасность, он нажил желтизну лица, бескровные руки с синими жилами и неизлечимый ревматизм, лишь разжигавший его природную злость при каждом взрыве бешенства. Однажды надзиратель, явившись в камеру у Альда в необычную пору, приказал ему снять башмаки и выйти в коридор. — Зачем? — спросил Уальд. — Стоять здесь, лицом к стене, — рявкнул надзиратель. Узник дрожал от холода и страха. Переступая с ноги на ногу на леденившем ступни каменном полу, он пытался угадать, какое наказание ждет его. Но больше, чем наказание, он боялся оглянуться назад. Когда же, наконец, после целой мучительной вечности услышал шаги надзирателя, он замер в неподвижности. Надзиратель швырнул на пол пару башмаков назад в камеру. Таким манером майор Айзексон выдал своему арестанту новые башмаки. Каждые несколько часов тишину нарушали внезапные вопли. Изо всех камер им отвечал подавленный стон. Чудилось, будто несколько сот узников, друг от друга отделенных, ничего один о другом не знающих, образует единое тело, сосредоточенно и чутко все воспринимающее. Кого-то наказывали розгами, длину и толщину которых мистер Айзексон давно уже высчитал и которые он всегда собственноручно нарезал из свежих березовых веток. Раз, два, три, четыре, считали в камерах и все сердца стучали сильнее при каждом изломе минутной тишины. Раз в полтора месяца приходил тюремный капеллан. Преподобный М. Т. Френт после сорока лет службы перестал быть другом людей. Он любил животных, цепных собак и птиц в клетках. Тюремные правила не разрешали держать собак на цепи, поэтому он держал черных и простых дроздов до канареек. Две его комнаты, увешанные большими железными клетками, были как бы тюрьмою в тюрьме. Еще издали слышался по коридорам свист его астматического дыхания, а когда он входил в камеру, полагалось стоять смирно в углу и отвечать да или нет. Вопросы касались раскаяния, молитвы. Потом шло несколько цитат из Библии. Через несколько минут пастор удалялся, оставив трактат или брошюру, каковые в несметном количестве, доставлялись всяческими благочестивыми обществами. На пороге он еще оборачивался и напоминал узнику, что первый долг научиться терпению. Однажды Уальд не выдержал. Я могу быть терпеливым, сказал он, поскольку терпение это добродетель, но здесь требует от человека апатии, апатия же является грехом. По воскресеньям ходили в часовню. Этим рабам скорби не разрешалось даже спрятать лицо в руках. Полагалось стоять как можно прямее и смотреть на алтарь, не опуская век. Кто склонит голову, тому стражник поднимал ее ударом кулака. В проповеди говорилось о счастье. Счастье заключалось в том, что преступник живет в христианской стране, где заботливое правительство печется равно о благе его души, как и о безопасности его грешного тела, дозволяет ему защищать себя перед судом, а затем открывает пред ним тюрьму, которая, подобно чистилищу, избавляет его от пороков. Такие царили здесь порядки, к которым в конце концов приходилось привыкнуть. Невыносимы были всякие неожиданности, и худшая из них инспекция. Приезд какого-нибудь сановника предвещал за несколько дней усиление строгостей. Били чаще и безжалостнее. Начальник тюрьмы делал обход камер, подчиненные, выказывая усердие свирепствовали, для провинившихся не хватало карцеров. Уальд получал каждую неделю по книге из тюремной библиотеки. Других мистер Айзексон не разрешал. Книги были грязные и потрепанные, подстать содержанию. Сперва Оскар их читал, потом и к этому остыл, только с жадностью ждал конца квартала, когда приходило письмо от Роберта Росса. Там всегда было с десяток страниц, интересно и остроумно написанных, о современных писателях, о литературной жизни, о книгах. Узник не имел права сам получать письма. Его велик начальник тюрьмы, и тот их читал ему. Мистер Айзексон за целый год не произнес бы столько слов, сколько было в каждом письме Росса. Однако он исполнял свой долг до конца. Только через часок-другой Уальда бросали в карцер или давали ему испытать гибкость и крепость березовых розок. Теперь Оскару труднее было справляться с тишиной, чем прежде с шумом. Но он научился просеивать ее, будто бесчетное количество одинаковых круглых беззвучных зерен. Но какой может быть шум от туфель из толстого мягкого войлока, ступающих по хорошо пригнанным каменным плитам? А ему все же удавалось уловить осторожные шаги надзирателю. Он слышал, как тот приближается из глубины дальнего коридора, и за несколько секунд заранее угадывал, когда засветится фонарь в дверной щели. Он жил ныне самим собой, питался собственной субстанцией, как животные, спящие всю зиму в тесном одиночестве. отчаяния. для него уже было утрачено все прекрасное и блестящее, чем он некогда обладал, отчаяние подобно пламени быстро все это пожирало, остались еще какие-то крохи, жалкие, никчемные в своем убожестве. Вдруг слышался ему плач младенца, плач второго его сына Вивиана, так напоминавший в первые дни кваканье лягушки, что, когда он бывало ночью слышал этот звук, зубы стискивало судорога бешенства. Или вспомнится стук повозок, проезжавших за час до рассвета по Тайд-стрит. Они когда-то будили его своим грохтом, он слышал проклятие возниц, щелканье бичей, а теперь в горле пересыхало при мысли о том, какое было бы счастье опять услышать эти ночные шумы и опять как прежде почувствовать надежность замкнутой комнаты, ласку, закрытых темными шторами окон, доброту постели, в которой он так легко снова обретал прерванный был и сон. С наступлением дня просыпался его единственный товарищ, муха, которую ему удалось запереть в своей камере. Посещение друзей приносили вести из мира и изрядную талику горечи. У кого была записка из министерства, тому разрешался разговор в отдельном помещении. За тем же столом сидел надзиратя и пристально смотрел на руки, не принес ли гость чего-нибудь подозрительного. Голубым или красным платком Аскару едва удавалось прикрыть обезображенное лицо. С каждым разом все больше виднелось седых волос. Незалеченное правое ухо кровоточило. Разве не дают здесь хотя бы клочка ваты? С-3-3 на такой вопрос не отвечал. Он уверял, что все надзиратели к нему добры и прикрывал глаза, чтобы взгляд не выдал. Ходить с опущенной головой стало теперь столь же естественно, как прежде было держать ее прямо и смело смотреть вперед. Однажды, воротясь в камеру, он заметил у ее двери нечто, чего раньше не видел, но что, вероятно, всегда там было. Табличку с номером камеры и с его фамилией. На ней ежедневно записывали замечания о поведении узника. Но удивительней всего была дата. Четко написано «Март». На полуденной прогулке он заметил над высокой стеной ограды верхушки нескольких деревьев. Ветки были черные от сажи. Но кое-где на них проглядывала зелень, над деревьями вверху плыли облака. Он опустил глаза, словно устыженный видом этой дерзновенной свободы. то был день необычных происшествий. После обеда Уальдо вызвали к начальнику тюрьмы, который дал ему чернила, перо и лист бумаги с надписью «Ее королевского величества тюрьма в Рейдинге». Можете написать письмо. Если будете себя хорошо вести, получите в свое время другой лист. Узник нес листок бумаги как святое причастие. Придя в камеру, он положил бумагу на застилавшее койку грубое шерстяное одеяло и накрыл платком. Остаток дня и всю ночь он раздумывал, кому написать первому. В памяти теснилось несколько десятков имен, множество фраз, дел, вопросов, из которых надо было выбрать самую достойную особу и самое важное дело. На другой день первые утренние часы ушли на мытье пола и чистку посуды. Я пришел за письмом, сказал надзиратель. Начальник приказал вернуть перо и чернила. Уайльд испугался. Сейчас отдам, забармотал он, через час. Я вернусь через четверть часа. С- три три смотрел на руки, они были грязные. Он кинулся к койке, стащил с нее одеяло и, опустившись на колени, начал писать. Писал он Роберту Росс, прежде всего о жене, потом благодарил за постановку Соломей в Париже, наконец перо прорвало бумагу и капля чернил расплылась длинной кляксой. Боюсь, тебе будет трудно это читать, но мне ведь не разрешают здесь иметь ни пера, ни чернил, и я чувствую, что разучился писать, ты уж меня извини. Теперь надо перевернуть листок. На другой стороне ряды букв проступали жирными синими полосами. С почти болезненной осторожностью он стал писать в просветах, прислушиваясь к каждому шороху в коридоре. Из составленного ночью текста ничего не осталось. Ответь мне, пожалуйста, сразу же на это письмо, расскажи о литературе, о новых книгах и так далее, также о работах Джонса, о том, как Форбис Робертсон руководит театром, о всех новых замыслах на сценах Парижа и Лондона. Постарайся узнать, что говорят Леметер, Бауэр и Сарси о Соломее. Несколько дней спустя майор Айзексон читал узнику ответ Рос. Чтение продолжалось долго. Один раз он прервал на середине фразы и с минуту смотрел на Уайльда. Пауза была сделана в том месте, где Рос описывал восторги французской критики по поводу постановки Соломея режиссером Люнь-По в театре Даль-Эвр. Видно было, что взгляд этот, меривший узника вдоль и поперек, тщетно пытается его исхудалую фигуру, облаченную в нелепый тиковый костюм, вставить в образ далекого волшебного Парижа, увидеть его среди позолоты и плюша театра, среди великолепия нарядных благоухающих женщин. Майор Айзексон с досадой отвернулся от этого видения и единым духом закончил читать письмо. Он удивился, что Уальд не двигается с места. Я хотел просить, бумаги? Нет. В первом письме мне пришлось вырезать целый абзац. Вы жалуетесь на тюрьму. Это недопустимо. Приближался к концу первый год заключения. Уальда ободряла надежда, что оставшийся срок отменят. Друзья усердно об этом хлопотали. Фрэнк Харрис встретился с председателем тюремной комиссии. Сэр Ивлин Реглс Брайс сверх ожиданий выказал большое сочувствие. Но когда пришел отчет из Рейдинга с довольно длинным перечнем нарушений, допущенных С-33. Конечно, одни пустяки не соблюдают молчания, камера плохо убрана, утром опаздывают. Он заявил, что при таком положении вещей нельзя обращаться к министру. Он бы советовал подать петицию с подписями известных писателей, ученых, артистов. Достаточно будет двенадцати, даже десяти, только бы во главе стоял кто-либо действительно знаменитый, например, Мередит. Мередит отказался. Вслед за ним десяток других. Остался только шоу, который слишком мало значил, чтобы помочь, но достаточно, чтобы повредить. После двух недель беготни Фрэнк Харрис убедился, что во всей Англии не найти нескольких выдающихся людей, которые бы признали, что следует убавить хотя бы полгода тюрьмы писателю, осужденному на два года тяжкого заточения. А прерафаэлит Хант, создатель знаменитой картины «Свет света», на который Христос стучится в запертые двери, ответил, что, по его мнению, правосудие поступило с О. У. чрезмерно милостиво. Между тем было издано распоряжение, что те, кто отбывает тюремное наказание в первый раз, должны носить звезду на шапке и на тюремной блузе. Майор Айзексон, немежкая, объявил об этом своим узникам. «Это для развлечения», прибавил он в конце, «рецидивисты должны держаться от них подальше». Однако распоряжение это вступает в силу лишь с сегодняшнего дня и обратного действия не имеют. Те, кто здесь находится уже давно, останутся в обычной одежде. Отныне всякий раз, когда по коридору проходил звездный, С-33 должен был останавливаться и поворачиваться лицом к стене. В середине июня Оскар Уальт на обычной дневной прогулке заметил в другой половине двора узника, сопровождаемого конвоиром. Новичок был, рослый мужчина, со спокойным светлым лицом. Он то и дело поднимал голову и тут же опять опускал ее и на несколько секунд задумывался. Шел он удивительно легко, все время на несколько шагов впереди конвоира и явственно слышался скрип песка под его сильными гибкими ногами. Кто-то, шедший позади Уальда, прошептал «Будет в петле болтаться». Из перешептываний арестантов постепенно удалось узнать все. Чарльз Томас Вулдридж, солдат Королевской Конной Гвардии, перерезал горло своей жене Лауре на дороге между Винзором и деревней Клюэр. Его осудили на казнь через повешение, приговор должны были привести в исполнение через три недели. День за днем он выходил во двор в одно и то же время, и не раз случалось ему поравняться с шедшим в шеренге С-33, однако глаза их никогда не встретились. Два корабля, проходящие один мимо другого, в непроглядной тьме. Уальд обвил его своими мыслями, вобрал его образ в себя вместе с тайной того, что он совершил, и того, к чему шел таким легким, беззаботным шагом. Но однажды Вулдридж на прогулке не появился. Это было 6 июля. Взгляды всех были обращены в сторону сарая, где обычно фотографировали арестантов. Рядом с сараем темнела свежая яма. Небольшим желтым холмиком выселась выброшенная из нее глина. Бледные взволнованные узники безмолвно проходили мимо. Уальд, вынося под вечер свое ведро, наткнулся в коридоре на человека с дорожным мешком, который скрылся в дверях канцелярии. Во вторник 7 июля 1896 года все камеры были вымыты еще до 6 утра. Но всем их опять заперли. И лишь через глазок в двери можно было видеть надзирателей в парадных мундирах. Прошли по коридору хирург Моррис и шериф Бленли, после чего с сильным стуком закрылись ворота тюремного двора. Воцарилась тишина. В семь часов сорок пять минут начал звонить колокол церкви святого Лавра, узника и мученика. После четверти часа колокольного звона произошло то, что обычно происходит. Палач связал осужденному ноги у щиколоток, набросил на глаза черный платок и выдернул из-под ног подставку. Судорогой, пробежавшей по всему телу, Уальд ощутил тот миг, когда ступни кавалериста потеряли опору и повисли в пустоте. Колокол замолкнул, на крыше тюрьмы подняли черный флаг в знак того, что правосудие свершилось. Камеры отперли только в полдень. Во дворе было жарко от июльского зноя. Подле сарая земля была взрыхлена и валялось несколько комков негашенной извести. Девять раз в течение часа прошел Уальд мимо этого места, шаг другой, и оно уже позади. И каждый раз он видел, лишь он один видел, все как есть, до самого желтого дна ямы, залитой асфальтом. Видел голое тело, прикрытое едким известковым саваном, видел руки в наручниках, синюю распухшую шею и выкатившиеся глаза. И он удивлялся, что там не было креста, который некогда ведь стоял между двумя разбойниками. Теперь он был ближе к небу, с тех пор, как видел лишь малый его клочок над тюремным двором, с тех пор, как спустился в такие бездны человеческой жизни, из которых в полдень видны звезды. Он действительно чувствовал себя последним из последних. Несколько месяцев назад умерла его мать. Жена сменила фамилию, закон отнял у него детей. То был страшный удар. К концу долгой, заполненной слезами ночи он упал на колени. Тело ребенка подобно телу Господню. Я не достоин ни одного, ни другого. Состояние его души было ему непонятно. Минутами он верил, что ничто в мире не лишено смысла, тем паче страдания, и устремлялся к религии, но потом возвращался вспять и с глубоким разочарованием глядел, как то, что казалось благодатью, улетучивалось бесследно. Оставалась только тревога. Но тревога не могла слишком долго жить в человеке сломанном и смертельно измученном. Тревога — это всегда какой-то пусть небольшой остаток сил и жажда борьбы. Оскар уже не хотел бороться. Он покорился. И тогда он нашел истинное сокровище, о котором никогда бы не догадался прежде — смирение. Он укрыл его в своей душе, словно то было семя новой жизни. Как-то раз в эти дни шедший позади него узник прошептал «Мне жаль вас, Оскар Уальд, вы должны страдать больше нас». Потребовалось невероятное усилие воли, чтобы не обернуться на этот неожиданный голос сочувствия. Молчать, однако, было неприлично. И он тоже шепотом ответил «Нет, друг мой, мы все страдаем одинаково». Надзиратель заметил их разговор «С-33 и С-48 выйти из шеренги». Допросив каждого отдельно, начальник тюрьмы не знал, кого наказать строже. Каждый признавался, что это он первым нарушил молчание. В конце концов, обоих наказали двумя неделями карцера. Уальд вышел из карцера преображенным. Он больше не думал о самоубийстве, желание смерти оставило его. Нежданно-негаданно он узнал, что кто-то думает о нем, кто-то, с кем он не знаком, кто-то, для кого он лишь страдающее существо, и, более того, узнал, что может отплатить тем же. В простом факте, что два человеческие существа в порыве жалости склонились друг к другу среди всей этой скорби, казавшейся неотвратимой, можно было почерпнуть уверенность, что не все напрасно, что есть силы, способные очистить душу мира от жестокости и злобы. До сих пор, кроме тех мгновений, когда слово, жест, выражение лица, посещавших его друзей, показывали ему, что еще не все нити порваны между ним и жизнью, за весь долгий срок тюремного заточения не было ни единого часа, подарившего ему сочувствие, и именно оно оказалось теперь единственной точкой опоры для всего распавшегося его бытия. С той поры, когда он разделил свое страдание с толпою серых братьев, ему чудилось, будто сердце его расширилось, будто свежая сила оживила его воображение. Не означало ли это приближение к Христу, чье воображение было стойко и всепроникающе, как огонь? Христос понимал проказу прокаженного, слепоту слепого, жестокую алчность тех, кто живет для наслаждения, понимал особую нищету богача. В это время у Уайльда было несколько книг «Софокл», «Данте», немного современной поэзии. Все это он забросил ради Евангелия на греческом языке, которое прислал ему Рос. Каждое утро, покончив с уборкой камеры и чисткой посуды, в которой приносили пищу, он гордился, когда удавалось довести до блеска облезлое олово, он читал отрывок из Евангелия десять-двенадцать стихов. Греческий язык возвращал непостижимую свежесть словам, которые в проповедях пасторов покрылись плесенью. как будто выходишь из тесного темного дома в цветущий лилии и месат. Он верил, что Христос говорил по-гречески, что он слышит подлинное звучание его слов, и с наслаждением думал, что Хармит мог бы его слушать, Сократ мог бы с ним спорить, и Платон мог бы его понять. Он изумлялся тому, что из дома Назарецкого плотника вышла личность бесконечно более великая, чем любая из созданных мифом или легендой личность, чьим предназначением было открыть миру мистический смысл вина и красоту полевых лилий, открыть такими средствами, которых не ведали ни в долинах Кефирона, ни на лугах Энны. Этот путь, однако, не вел Уальда не выше, чем на какой-нибудь приятный холм, озаренный светом луны, обиваемый ароматами цветущих долин. Не было никаких признаков того, что теперь он больше, чем когда-либо мог ожидать помощи от религии. Вера, которая других ведет к незримому, у него всегда останавливалась на вещах, доступных зрению и осязанию. Чем беднее становилась действительность, тем слабее была его вера, разумеется, вера в мир. Его отношение к религии никогда не достигало большей глубины, чем в то время, когда у него появилась мысль основать братство неверующих с особым культом, предалтарем, на котором не горит ни одна свеча, священник, с неведущим покоя сердцем будет служить мессу на дня священным хлебом и кубком без капли вина. Мысль эта возникла в Рейдинге. Изведав смирение, узнав сочувствие и, наконец, вступив в общение с греческим текстом Евангелия, оживившим его увядшую восприимчивость к прекрасному, Оскар Уальд все же преобразился. В душу его вошло немного света. Новый надзиратель галерея С. Мартин познакомился с ним уже как с человеком, которому не чужда улыбка. Когда Мартин впервые открыл дверь камеры, узник стал спиной к нему. Надзиратель сказал «Добрый день!» И тогда на него глянуло лицо, на котором улыбка побеждала удивление. Трудно объяснить, сколько ласки могут вместить эти два слова, которые на всем белом свете говорят и повторяют с таким равнодушием. Приветствие это было столь неожиданным, что Уальд ничего не ответил и лишь стоял в недоумении, пристально глядя незнакомцу в глаза. С минуту оба они смотрели друг на друга и это было началом их приятельских отношений. Не без влияния друзей Уальда мрачный Айзексон ушел из Рединской тюрьмы и его место занял степенный добродушный майор Нельсон. С-33 узнал об этом, когда ему принесли сенник, весьма убогий на взгляд людей по ту сторону тюрьмы, но для человека, пролежавшего несколько сот ночей на твердых досках, то был почти предмет роскоши. Он получил также книги, бумагу, перо, чернила. Стол соорудил себе сам, кладя свою дощатую койку на два табурета. Ему разрешили по вечерам иметь свет маленький газовый огонек. Все свободное время он писал. Ради одного наслаждения пользоваться пером переписывал целые страницы итальянского издания Данте. Огрубевшие изувеченные пальцы обретали утраченную гибкость. Он был в упоении. Острием стального пера он пропахивал борозду нового творчества. От нее шел запах вещей неведомых и близких, форм, картин, мыслей целого рождающегося мира, которому не хватает лишь слов для жизни, тот бесподобный запах, что льется от мозга к сердцу в пульсирующих ручьях бурлящей крови. Душа расширялась в огромный, разнообразный ландшафт. Были там вершины с крутыми подъемами, глубокие темные долины, простирались далекие моря сновидений. Буйное изобилие образов раздвигало тесные пределы камеры. Вглядываясь в эту бесконечность, удивительную и пустынную, как вселенная перед днями творения, Оскар Шуальд ощущал гордость новой жизни, радость, даруемую могуществом окрыленное сердце. Вставая по утрам, он приветствовал день возгласом счастья. Какое начало! Какое чудесное начало! Наконец, взяв одну из четвертушек голубой бумаги с тюремным штемпелем, он начал. Дорогой Бози, после долгого и тщетного ожидания я решил написать тебе первым, как для твоего, так и для моего блага, ибо не мог вынести мысли, что пробуду в тюрьме два долгих года, не имея от тебя ни единого слова, ни единой вести, кроме тех, которые были для меня огорчительны. Наша злосчастная и достойная сожаление дружба. Из этих слов вытянулась нить всей истории их дружбы с датами, цифрами, мельчайшими подробностями, с признаниями в том, чего не обсуждал ни один судья. При раскрытии прошлого среди выметаемого давнего мусора пошла речь о чем-то новом, и это послание, написанное в тюрьме и в оковах несло весть о науке тюремного бытия, об упражнениях в смирении, об испытанном позоре, о радости сочувствии. Начал он свою исповедь в январе упреками, что Бози так упорно молчит, а закончил в марте словами «Пиши мне со всей откровенностью о себе, о своей жизни, о друзьях, занятиях, книгах». Неужто он думал, что время остановилось и ждет как посыльный, которому предстоит отнести это срочное письмо? Сложив по порядку восемьдесят густо исписанных страниц и вручив майору Нельсону последний листок своей рукописи, Оскар почувствовал огромное облегчение, ту внутреннюю умиротворенность, которую верующему приносит исповедь о писателю при поручении своих страданий милостивому и целительному слову. Но заодно отхлынула смелость, побуждавшая его в течение этих трех месяцев на столь дерзкую откровенность. Он видел письмо в руках Дугласа, видел его искаженное пылающее лицо, побелевшее от гнева глаза. Такое счастье, что рукопись находится под замком у коменданта тюрьмы и будет отправлена не раньше, чем он, Оскар, того пожелает. На другой день он писал Рос. Отдельно пошлю тебе рукопись, которая, надеюсь, дойдет до тебя целой и невредимой. Как только прочтешь, прошу тебя распорядиться, чтобы изготовили точную копию. Рукопись чересчур длинна, чтобы доверить ее переписчику. А собственный твой почерк, дорогой мой Робби, в последнем письме, говорит мне о том, что тебя этим делом обременять нельзя. Полагаю, единственно разумное быть вполне современными и отдать переписать ее на машинке. Миссис Маршал могла бы прислать тебе одну из своих машинисток. В таких вещах можно доверять только женщинам, ибо у них нет памяти на важные дела. И изготовление копии происходило бы под твоим надзором, уверяю тебя. Пишущая машинка, если на ней играют с экспрессией, не более надоедлива, чем фортепиано, на котором играет сестра или какая-нибудь кузина. По правде говоря, многие из тех, кто очень привязан к домашнему очагу, предпочитают пишущую машинку. Я хотел бы, чтобы копию сделали на тонкой, но хорошей бумаге, такой, какой пользуются для переписывания ролей в театре, и чтобы были широкие поля для поправок. Прочитав это письмо, ты увидишь психологическое объяснение моего поведения, которое извне могло казаться смесью идиотизма и пошлого удальства. Придет время, когда надо будет рассказать правду, не обязательно при моей жизни, но я не намерен вечно пребывать у гротескного позорного столба, к которому меня пригвоздили. Рук псиму, однако, пришлось самому взять у майора Нельсона лишь в день освобождения. Теперь он уже считал дни до конца срок. Радость смешивалась с грустью. Трагедия тянулась слишком долго, кульминации ее давно миновало, внимание мира успело полностью угаснуть. Он возвращался в жизнь человеком никому не нужным, человеком, о котором забыли, чем-то вроде ожившего вампира с сидеющими волосами и изуродованным лицом. И все же каждая прогулка по двору была жестокой пыткой. Верхушки деревьев за оградой покрылись листочками дивного ярко-зеленого цвета. Глазам было больно смотреть. Апрельский ветерок говорил стихами Ворцворта. Он не вмещался в легких. Казалось, в тюрьме теперь становится все темнее. Надзиратель Мартин замечал его терзание. Так оно и бывает, повторял Мартин. Говорят ведь, что самый темный час ночи перед рассветом. И Аскара опять охватывал трепет счастья при мысли, что в тот день, когда он получит свободу, в садах будет свисти сирень, и он увидит, как ветер клонит ее кусты и будет вдыхать ее запах. Он чувствовал, что его душа, вступив в теснейшую связь с душой вселенской, отзывается на тончайшие оттенки красок в чашечке цветка и на мельчайшие извивы раковины, выброшенные на прибрежный песок. И он догадывался, что за этой пестрой, многозвучной, трепетной красотой существует неведомый дух, с которым ему надо заключить союз. Когда 17 мая С-33 вышел из кабинета начальника тюрьмы, майор Нельсон встал. Через два дня вы будете свободны. Закон наш требует, чтобы узник вышел на свободу из той же тюрьмы, в которую был заточен после приговора. Нынче ночью вас отправят из Рейдинга в Лондон. Разумеется, в собственной вашей одежде. Оскар собрал лежавшие на стуле панталоны, жилеты, сюртук. Они пахли задхлостью стенных шкафов, где их продержали два года. На стуле еще остался обвязанный шнурком пакет. Взяв его, Уальд ощутил рукою тяжесть своей письменной исповеди. — Я предпочел, сказал майор Нельсон, не посылать это со своей печатью. Оскар кивнул, возможно, вы правы. Начальник тюрьмы взял его за руку. Еще одно слово. Сегодня у меня были два американских журналиста. Говорили, что хотели бы с вами встретиться. Я разрешил. Речь идет о часовой беседе, нечто вроде интервью. Они вам сразу же выплатят тысячу фунтов. Тысячу фунтов чеком или, если пожелаете, наличными. Уальд попятился. Я не понимаю, сударь, как можно предлагать такое джентльмену. Ах, мистер Уальд, я не хотел вас обидеть. Я поистине огорчен. Я в этих делах не разбираюсь, я думал... Майор Нельсон был так смущен, что Уальд улыбнулся. Я готов благодарить Бога за то, что он продержал меня в тюрьме дольше, чем желали мои друзья. Это дало мне возможность в этих стенах узнать такое большое сердце. И подал майору руку. Начальник рейдингской тюрьмы крепко ее пожал. Вечером 18 мая Уальда перевезли из рейдингской тюрьмы в Пентон-Вильскую, перевезли тайно во избежание каких-либо демонстраций. На следующий день он был освобожден. За двухлетнюю работу ему выплатили полсоверена. Было это ранним утром 19 мая 1897 года. У ворот ждал небольшой экипаж. В нем сидели Росс и преподобный Стюарт Хэдлем, который когда-то внес за Уальда залог и обещал, что отвезет его из тюрьмы к себе домой. Приехали они туда в шесть утра, и Оскар впервые после двух лет выпил чашку кофе. Часом позже явились супруги Леверсон. Когда Уальд вошел в гостиную, чтобы с ними поздороваться, у них было впечатление, будто они видят короля, возвращающегося из изгнания. Как это мило, сказал он, что вы, сударыня, вспомнили, какую шляпку надо надеть в семь утра, дабы приветствовать долго отсутствовавшего друга. Говорили о будущем. У Аскара было письмо от Харриса, который приглашал совершить вместе путешествие по Франции. Это невозможно, ужаснул Суальд. Общение с Харрисом подобно бесконечному футбольному матчу. Глава восьмая После сильной качки по воле весенних капризов канала пароход лишь в нескольких узлах от порта успокоился и прошел между дамбами Дьеппа под тихий плеск, которым усмиренные воды гавани принимают суда из открытого моря. Для Аскара Уальда, стоявшего на верхней палубе, этот легкий плеск был точно прикосновение дружеской руки. Он изо всех сил втягивал в себя чудесный воздух свободы и вдруг задержал дыхание, почувствовав где-то на дне его запах просмоленных веревок. Но то были всего лишь канаты, которые накинули на борт парохода. Роберт Росс вышел из каюты, держа на руке пальто. Он подал пальто Аскару, силой заставил надеть. В мае не бывает жарко и побежал собирать чемоданы. Через час их вещи выносили из дрожек. Увидев название гостиницы «Отель Сандвич», Уальт рассмеялся. Наверное, Диккенс только по рассеянности забыл вставить его в какой-нибудь роман. Минуту спустя у конторки портье он записывал свою фамилию в книгу. Маленький Робби стал на цыпочке и, глянув через его плечо, удивленно прочитал Себастьян Мельмот. «Да, дорогой мой», сказал Аскар, «это будет самое подходящее имя Мельмотский талец, помнишь? Великое сатанинское творение преподобного Метьюрина». Как говорит Бодлер, «Метьюрин, друг Гёте, Байрона, Вальтера Скотта, был двоюродным дедушкой моей матери». Садясь писать, он наклеивал на лоб обладку. Себастьян Мельмот хорошо звучит. Святой Себастьян был красив. До того, как белое его тело искололи стрелами, он ходил в пурпуре и золоте, как офицер императорской гвардии. Он жил на палатине, как я. И я жил на палатине. Впрочем, имя Себастьян застряло в его памяти еще и по другой причине. Выйдя из тюрьмы, Оскар отправился в Бромтонский монастырь, чтобы побеседовать с отцом Себастьяном Бауденом. Он хотел тут же перейти в католичество и принять новое вероисповедание из рук этого набожного старца. Но отца Баудена в монастыре не оказалось. Уальда попросили пройти к Приору. Он сказал, что еще вернется и больше туда не являлся. Второй раз в жизни Уальд подошел к порогу католической церкви и второй раз не переступил его. Уальд Несколько из них сразу сбежало. Зато нахлынула целая орава молодых поэтов. Оскар роскошно угостил их в кафе де Трибно. Но они вели себя так шумно, что супрефект предупредил Уальда. Он не допустит новых оргий, как он выразился. В этих словах чувствовался слог английских туристов, не желавших жить с Уальдом под тем же клочком неба. Росс обыскал все окрестности и, наконец, в крохотном Берне-Вале снял две самые лучшие комнаты в Отель де ла пляж. Это была единственная в селении гостиница, входя в приготовленные для него комнаты, Уальд понял, по какой причине Роберт накануне не появлялся в Дьеппе. В просторном кабинете, куда лилось солнце из трех больших окон, стоял, кроме обычной мебели, шкафчик с книгами. Неожиданная радость. Флобер, Стивенсон, Бодлер, Меттерлинг, Дюма, Китс, Марлоу, Чаттертон, Колеридж, Анатоль Франц, Готье, Данте, Гетте. Он взглядом перебирал эти имена, будто струны. От них исходили звуки его любимых ритмов, изливались образы творческих грез, которым довольно шелесто переворачиваемых страниц, чтобы в них кипела неустанная жизнь. Он мог опять сам себя определять каждый свой день, заполнять каждый час. Он мог себе сказать «Завтра на заре я выйду с мрачным пафнутием на поиски Таис, а под вечер послушаю песнь, которую Соломбо встречает восходящую луну». В течение долгих пустых дней он разрешит отчаянию Бодлера обитать в своем сердце, еще хранящем отпечаток собственного отчаяния, и с мощным потоком поэзии Гете выплывет к какой-нибудь новой звезде радости. Для Оскара изголодавшегося в тюремной пустыне вид этого книжного шкафчика был как запах оазиса. Когда он пожимал руку Росса, она была влажной. Росс только что побрызгал водою цветы у готической статуэтки Богоматери, которую он поставил в углу комнаты. Сразу после завтрака Росс уехал, и Оскар остался один. Надвинулись тучи, разразился сильный ливень. Когда небо прояснилось, уже наступали сумерки. Гроза длилась несколько часов, но Оскару она показалась единым страшным мгновением. Переход от затхлой камеры и тюремной неподвижности к бескрайним морским просторам, к молниям и громам, к раскованности вольного существования был чересчур резким. Отходя от потемневшего окна, Оскар почувствовал такое сильное головокружение, что еле добрался до кресла. В дверь постучались. На пороге стоял человек в пальто, с которого текла вода и в покрытых грязью ботинках. Он не решился войти в комнату и издали протягивал письмо. Бози наконец откликнулся. Как обычно, письмо его состояло из оскорблений и угроз. Оскар положил письмо на ночной столик. Выйти попросить Света не было сил. Стало совершенно темно. Мир за окнами сгустился в непроницаемый вал мрака. Это было чуть ли не страшнее тюрьмы. В гостинице царила полная тишина. Не ощущалось ни малейшего признака жизни. Слышан был только гул нарастающего прилива. Мысль, прикованная к этим шумным и все более близким волнам, к этой единственной реальности, словно сама начинала качаться, вовлекая все его существо в свое кружение. И уже нельзя было подавить чувство, будто темная эта комната, затерянная в море лодка. Руки, тщетно ища весел, соскользнули не по ручкам кресла, а по борту внезапно накренившиеся лодки, и тут что-то окончательно надломилось и унеслось среди шумящей бури. Хозяин гостиницы, господин Бонне, войдя с зажженной лампы, увидел, что Оскар лежит на полу без чувств. Он позвал слугу, и вдвоем они перенесли Оскара на кровать. Тут он открыл глаза, потом сказал, что хотел бы уснуть. В эту ночь я не мог спать, писал он утром Росс. Возмутительное письмо Альфреда было в моей комнате, я, не подумав, перечитал его второй раз и оставил у кровати. Мне снилась мать. Она меня предупреждала, тревожилась за меня. Я уже знаю, всякий раз, когда я в опасности, она так или иначе является меня предостеречь. Теперь я испытываю подлинный страх перед этим несчастным, неблагодарным юношей, перед его лишенным воображения эгоизмом, перед этим полнейшим отсутствием всякой восприимчивости к тому, что есть в других доброго, милосердного или что стремится быть таковым. Я боюсь его как дурного влияния. Быть с ним означало бы вернуться в ад, из которого я уже вырвался, в чем я уверен. Надеюсь, что больше никогда его не увижу. Завтрак принесли в комнату. Он сразу отложил письмо и, поев, сам отнес поднос с посудой. День стал невольно заполняться множеством мелких действий. Оскар вытирал пыль, собирал с пола крошки, приводил в порядок книги и бумаги. Во всем этом он не чувствовал себя самим собою, и ему казалось, что мир переменился, стал от него более далеким, менее понятным, а главное, менее реальным. С отъездом Росса исчезло чувство, что все ныне происходящее находится в связи с прошедшим. Оскар просто еще не уловил ритма этого нового одиночества. Когда надо было выйти из гостиницы, пришлось преодолеть некоторую робость. За порогом расстилался край тучных лугов и островков леса. У рыбачьих хижин мужчины курили трубки, а женщины чинили сеть. Оскар приветствовал их улыбкой кивком головы в баскском берете. К полудню у него уже было несколько знакомых. Детишки уходили от него с пригоршнями медиков. «Чувствую, что Берневаль будет моим домом», продолжал он начатое письмо. «Ведь удивительно, что привез меня сюда белый конь, родом из этих мест, который знал дорогу и спешил проведать отца и мать. Оба они в почтенном возрасте». Удивительно и другое. «Я откуда-то знал, что Берневаль существует и что он приготовлен для меня». За обедом он познакомился с пожилым господином, приехавшим на два дня и снимавшим номер в этой гостинице уже в течение двух лет. «По-видимому, у него не было иных занятий, кроме того, чтобы есть да греться на солнце». Он жаловался на отсутствие театра. Мсье Бонне, подавая омлет, заметил, что театр ему вовсе не нужен, поскольку он ложится спать в восемь часов. Арантье стал возражать. «Потому, мол, он и ложится в восемь, что нет театра». Спорили они довольно долго, обмениваясь почти ритуальными фразами. Подобный разговор повторялся уже неоднократно. Господин под конец согласился, что Берневаль самое подходящее место для человека на земле. Госпожа Бонне выразила убеждение, что мистер Мельмот проведет здесь свою жизнь. Следующий день был воскресеньем, когда слуга вошел в комнату Уальда и распахнул окно, вместе с солнечным светом хлынул колокольный звон. Святая Дева Радости созывала на богослужение. Уальд собрался только в десятом часу. Церквушка размерами не больше студенческой комнаты в Оксфорде была полна. Какой-то человек уступил Уальду свое место на скамье. После службы оба вышли вместе. Это был богатый крестьянин. Он тут же рассказал о своей печали. Он бездетен и совершенно одинок посреди своего богатства. Оскар посоветовал усыновить сирот. Можно взять двух мальчиков и одну девочку. Так будет лучше всего. Бретонец уже не раз думал об этом, но его удерживало опасение, ведь дети вначале хорошие, а потом портятся. Все потом портятся, сказал Уальд. Надо бы мне еще потолковать с приходским священником. Видите ли, сударю, моего отца был удар. Сидели мы с ним и разговаривали, вдруг он упал, я взял его на спину и отнес в постель, там на кровати он умер. Но при нем был я, вы понимаете, сын. В понедельник он продолжал письмо Россу. Девять часов тридцать минут. Море и небо опалываю, ни единого рисунка не плывет по их просторам, только медленно двигается рыбачья лодка и тянет за собою ветер, иду купаться. Тот, кто увидел бы Оскара на берегу, мог бы подумать, что тюремные годы были попросту периодом лечения, убавившего тяжесть тучного неповоротливого тела. Стройность, крепость мышц придавали моложавый вид. Лишь в волосах белело несколько седых прядей, будто нити тюремной паутины. Но он еще чувствовал крайнее изнеможение. Не было сил ни для какой работы. Обычное письмо требовало больших усилий. В последний месяц, когда Уальд писал то, что позже названо де профундис, он витал на таких высотах, что ныне на уровне моря и спокойной чистоты его дали, он испытывал как бы опьянение. Рейдингская тюрьма все еще занимала его мысли. У него было там много друзей. Одни уже освободились и приехали его навестить, другие остались. Он посылал им деньги, памятные подарки. В Дейли Кроникл от 28 мая, менее чем через 10 дней после освобождения, он поместил статью об истязаниях детей в тюрьмах и об увольнении надзирателя Мартина за то, что тот дал голодным мальчикам несколько сухарей. Вскоре разнесся слух о том, кто проживает в Берневале под именем Себастьяна Мельмотта. Первыми совершили паломничество поэты с Монмартра. За полдня они уничтожили все запасы вин, грогов и абсента в отель де ла пляж и отправились в Дье, где Уальд дал им прощальный обед в кафе де Трибюно — новое огорчение для супрефекта. Приехал Андрежит пожать руку друга, руку с красными пальцами и потрескавшейся кожей. Представители нескольких крупных парижских газет предлагали немалые суммы за постоянный фильетон. Явился директор театра с просьбой сочинить новую пьесу. Каждый возвращался с горстью парадоксов, историй, афоризмов и убеждением, что беседовал с человеком, находящимся на пути от одной вершины к другой. Бози изменил тон своих писем. Он снова был чувствителен и сердечен, а если вскипал гневом, это ведь указывало на силу его привязанность. Он возмущался всем, что их разделило. Уальд писал ему каждый день, «Не думай, что я тебя не люблю. Бесспорно, я люблю тебя больше, чем когда-либо. Однако из нашей жизни неотвратимой силой исключена всякая возможность встреч. Осталось нам лишь сознание, что мы любим друг друга, и я все дни думаю о тебе и знаю, что ты поэт, и это делает тебя вдвойне для меня дорогим и чудесным». В середине июня они начали думать о свидании. Дуглас был в Париже и приглашал к себе. Оскар не хотел пока появляться в Париже, не хватало смелости. «Приедешь ко мне в субботу, но не под своим именем. Ты представишься здесь как «Шевалье Флёр де Лис» или «Жонкиль Дювалон» «Нарцисс Долины». Со следующей почты он отправил письмо, в котором писал, что надо что-то решить. В таких делах не должно быть долгих колебаний. Бози примет имя «Жонкиль Дювалон». Когда Бози уже готов был ехать, от Оскара пришла телеграмма, чтобы он в Берневале не появлялся. Одновременно Рос получил открытку «А Д здесь нет». И никогда не было речи о том, чтобы он сюда приехал. Причиной внезапного отступления было письмо, в котором адвокат жены Уальда таинственно намекал на какие-то сведения от частных лиц. Оскар проникся убеждением, что окружен шпионами, что у Куинсбери есть в окрестностях Берневале свои люди, которые следят за ним, докладывают о каждом письме, заглядывают в окна. Он был уверен, что в любой день может появиться Маркиз и устроить скандал. Он боялся, что его выгонят из гостиницы. Сплетни французских газетчиков приводили его в отчаяние. Писали, будто он был на скачках в Лондоне в обществе Дугласа. Деньги из Лондона не пришли. Видимо, его лишили ренты. Средств для существования у Уальда не было. После выхода из тюрьмы ему преподнесли около 800 фунтов, собранных друзьями в складчину. Этого вполне могло хватить до того времени, когда он снова мог боявиться с новыми произведениями. Но он уже не был человеком, способным заключать союз с будущим. И он принял помощь жены. Констанция назначила ему из собственного капитала 150 фунтов годового дохода. Она, однако, поставила условие, чтобы он не встречался с Дугласом. Было также высказано предположение, что она вернется к нему вместе с сыновьями после испытательного годового срока. Между тем, Бози слал телеграммы по нескольку раз в день. В Берневале телеграфного аппарата не было. Телеграммы доставляли из Дьеппа. За каждую приходилось платить несколько франков. Уальд пытался его успокоить. Мы должны переписываться лишь о том, что мы любим, о поэзии и о превращении идей в образы, что является историческим постижением искусства. Я думаю о тебе непрестанно и люблю тебя непрестанно, однако нас разделяют бездны безлунной ночи. Мы не в силах преодолеть их, не подвергаясь отвратительным, недостойным упоминаниям опасностям. Впоследствии, когда переполох в Англии стихнет, когда будет возможно сохранять тайну и когда свет предпочтет молчать, мы сможем увидеться, но теперь, сам понимаешь, это невозможно. Поезжай куда-нибудь, где ты сможешь играть в гольф и вернуть себе прежний цвет лица, свои лилии и розы. Бози перестал писать. Оскар опять начал думать, что проведет в Берневале остаток жизни. В конце июня он отпраздновал юбилей королевы Виктории угощением для детей. За столом сидела десятка-полтора мальчиков, он угощал их смородиной, кремом, шоколадом, абрикосами. Перед каждым стояла рюмка с гренадином. Посреди стола сиял глазурью большой торт, окруженный венком красных роз. На память детям были подарены рожки и аккордеоны. Дети пели Марсельезу и «Боже, храни королеву!» кричали «Виват» в честь королевы и господина Мельмота. Глядя на их темноволосые головки, Уальд думал о своих мальчиках, судьба которых была ему неизвестна. И они также ничего не знали об отце. На дом свалилось непонятное несчастье, отец куда-то исчез, а мать с ними убежала. «Что стало с нашими игрушками?» спрашивали они. Только через много лет младшему сыну Вивиану случайно попал в руки каталог аукциона на Тайт-стрит, и он там прочитал «Большое количество игрушек, тридцать шиллингов». Однако никто не хотел ему сказать, что стало с отцом. Молчал и старший брат Сирил, а он то знал. Ему удалось прочитать газеты с отчетами о процессе. С тех пор мальчик замкнулся в себе, и никто не видел улыбки на его лице. Они с матерью путешествовали по Европе, побывали в Швейцарии, в Италии, посещали школу в Германии. Вивиан какое-то время провел у иезуитов в Монте-Карло. Они сменили фамилию. Теперь она была Голланд и трепетали от страха, что кто-нибудь может узнать их происхождение. В конце концов, отец стал легендарной фигурой. Для одного сына страшной, для другого таинственной. Он же тем временем обдумывал, когда и как вернуться в жизнь. Был у него единственный и самый прекрасный путь. Творческое слово. Не для того ли судьба, воплотившись в тщедушной фигурке Росса, забросила его на бретонский этот берег? Он думал о том, сколь многие поэты, писатели, мыслители, удалившись от мира, замыкались в каком-нибудь тихом уголке земли и затем прославляли его обаянием своего имени. Он мечтал о маленьком домике с беленными стенами, с балками у потолка, как в старых английских фермах шестнадцатого века, и в конце концов снял себе шале буржа, нечто вроде виллы, в нескольких стах метрах от гостиницы. В своем полном учености воображения он сравнивал это шале с виллой, которую описывает в письмах Плиний. Тут тоже были комнаты для кабинета и столовой, до три других, чтобы устроить спальни для разных времен года. С большого балкона видны были опаловые просторы моря, и в особенно ясные дни на горизонте белели берега Англии, а через слуховое окошко можно было увидеть верхушки церквей Брайтона. Сидя на балконе в кресле качалки и вглядываясь в красноватый свет под прикрытыми веками, Аскар выпивал про себя удивительную мелодию баллады. Постепенно складывались крепкие и строгие стихи, возникали строфы настолько простые, что человек этот, который в простоте никогда не находил совершенства, воспринимал их в полном отчаянии. Он пытался сопротивляться этим словам без блеска, этому корявому ритму. Он отбивался от этой серой ткани всеми нитями золота и пурпура, какие только мог сыскать в своем вымуштрованном воображении. Но стоило перестать бороться, стоило чуть ослабеть давлению прежних творческих навыков, как из-под слоя мишуры пробивался чистый голос сердца. И тотчас возникали в уме картины, еще не обретшие форму. Сплошная ограда тюремного двора, сумерки камеры, стон наручников, беспечный шаг осужденного, бурление крови при мысли о его тайне, ночь перед казнью, последний танец висельника у столба. Все предметы, поступки, слова, мысли, каждая минута памятных июньских дней прошлого года, каждая минута в своей глубочайшей, важнейшей сути, весь этот мир страха и сострадания мог жить только в самом простом слове. Случалось, что Оскар Уальт, который считал себя всемогущим владыкою языка, готов был выпрашивать, как нищий, несколько обычных слов. В конце концов, рукопись эта его извела. Он уже не чувствовал ритма поэзии в толчее поправок и помарок. Отправив ее издателю, чтобы перепечатали на машинке, он в тот же день выехал в Руан навстречу с Дугласом. Бози ждал на вокзале. Оскар выбежал к нему с громким криком. Взявшись под руки, бродили они по городу, заходили в кафе, нанимали дрожки, потом опять шли пешком и, наконец, устав от разговоров, воспоминаний и августовского солнца, вечером расположились в отель Далапост, где Дуглас накануне снял комнаты. Через два дня они разъехались. Бози в Экс-Ле-Бен провести несколько недель с матерью и сестрой, а Скар в Берневаль дожидаться его возвращения. Казалось, будто некое волшебство изменило шале-буржа. На террасе слишком припекало солнце, а по вечерам от двери с террасы в кабинет дул холодный сквозняк. Скрип половиц, шорохи и потрескивания мебели в ночные часы раздражали, напоминая о тоскливом одиночестве. С трудом можно было дождаться завтрака, старый Луи стал неродив, господин Бонне брюзжал и надоедал. Все человеческие несчастья происходят от того, что люди не умеют спокойно сидеть дома, сказал мудрец. Но Аскар мудрецом не был. Он начал каждый день ездить в Диепп, подолгу сидел в швейцарском кафе, наконец опять сбежал в Руан и стал умолять, чтобы Бози там его навестил. «Мой оун дарлинг бой», писал он Дугласу, «все на меня злятся за то, что я опять возвращаюсь к тебе, но они не понимают. Чувствую, что если могу еще мечтать об истинных произведениях искусства, я мог бы их создавать только рядом с тобой. Прежде было не так, но теперь все переменилось, и ты можешь возродить во мне энергию и ощущение радостной силы, необходимой для всякого искусства. Верни меня к жизни, и тогда дружба наша получит в глазах мира иное значение. И тогда, тогда, бесценный мой, я снова буду королем жизни». Во второй половине сентября Дуглас приехал в Руан и увез Аскара в Неаполь. В пути он все время обращался за мелкими суммами на оплату счета в ресторане, на багаж, на папиросы. Можно было предполагать, что в каком-нибудь итальянском банке у него лежат деньги. Впрочем, стоило ли об этом тревожиться? Уальд был тронут до слез, когда увидел на Веа Портенопе движущиеся в бесконечность фонари экипажей, когда смешался с толпой, утонул в упоительной сумятице неаполитанских улиц. Они остановились в отель Руайаль на Пьяцца Дель Муничипио, где у молодого лорда был открытый кредит. Через две недели они переехали на виллу Джудича в Позилиппо. Шли дни беспредельного счастья, заканчиваясь к вечеру пурпурным великолепием солнца, тонувшего в море за холмами Искии. Оба желали только покоя, газетчиков спроваживали. Оскар вернулся к своей балладе, а Альфред писал цикл сонетов «Город души». Векство Уальда встревожило друзей в Лондоне. Рос был огорчен до глубины души. Столько сердечной доброты, преданности, бескорыстных услуг и внимания с его стороны, и как быстро все оказалось тщетным. Оскар оправдывался психологической необходимостью. Мир вынудил его к этому. Он не может жить без атмосферы любви. Он должен кого-то любить и чувствовать себя любимым, независимо от цены, которую ему придется заплатить. Он знает то, что он сделал гибельно, но так было надо. Оба они не видят иной возможности жить. Ему придется еще не раз изведать горе, но что с того, раз он любит Альфреда? Любит, быть может, именно потому, что тот разрушил его жизнь. Ведь последний месяц в Берневале он чувствовал себя настолько одиноким, что думал о самоубийстве. Мир закрывает перед ним все двери, лишь врата любви открыт. Все это не предотвратило бурю. От жены пришло письмо с угрозами. Можно было ожидать, что она начнет бракоразводный процесс. Новый скандал, новое разбирательство с допросами тех же свидетелей под вопли всей прессы, привели бы к окончательной гибели, уничтожили бы те слабые завязи будущего, которые понемногу росли. Кончилось тем, что прекратили выплату Уальду рент. Баллада Рейдингской тюрьмы была готова, хотя еще шли споры с Россом о прилагательных. На нее возлагались большие надежды. Английское издание должно принести пятьсот фунтов, второе американское еще столько же. Перед тем, как появиться отдельной книжкой, поэмы, возможно, напечатают две крупные газеты. Все лопнуло. Ни одна газета не хотела принять эти стихи, даже без подписи. Напрасно Уальд сбавлял цену до пределов дозволявшихся самолюбием. Остался один издатель Леонард Смитерс, специальностью которого были нецензурные книги, всяческие непристойности, продававшиеся из-под прилавка. Жизнь делала грозное напоминание. Будущее, возможно, уже не пойдет дальше дворов, лестниц и прихожих. «От, Тоскару Альд в издании за два пенса!» кричал Бози в минуты крайнего возбуждения. Было заметно, что он чувствует себя обманутым, ведь он верил, что Уальд опять создаст ему чудесную и беззаботную жизнь. Свалившаяся на них внезапно нужда была воспринята просто как предательство, и когда пришел вызов в суд за неоплаченный счет прачки, он кинулся на Оскара с кулаками, обзывая его лентяем, бездельником, дармоедом. В конце концов, леди Куинсбери прислала двести фунтов с требованием, чтобы Бози немедленно оставил Уальда, если хочет получать помощь из дому. В тот же день он уложил чемоданы и уехал, оставив Оскару немного денег и множество долгов. Поздним вечером Уальд сбежал из виллы и спрятался от кредиторов в меблированной комнате на улице Санта-Лючия. Как сам он позже сказал, у него не было смелости взглянуть в лицо своей души. Однажды он неожиданно очутился на пристани Иммаколотелла Векья, когда там раздавались звонки отходившего небольшого парохода. Уальд сел на него, не спрашивая о направлении. Неаполь постепенно удалялся, разворачивая всю свою дугу от торгового порта и до Позилиппо. Голос большого города звучал все глуше, точно рассыпаясь пылью и смешиваясь с золотой дымкой солнечных лучей, лившихся на куполах храмов и на белые фасады домов. Полуостров Соренто вдавался в море волною своих лесистых возвышенностей, пароходик обогнул Вико Эквензе, и вот над скалами зацвел край апельсинов, тутовых ягод, алоэ, фиг, гранатов, оливок. Сады подымались и опускались террасами, безлистные ветви винограда оплетали сквозистые перголы, небольшие домики белели в тишине и покое, всюду были какой-нибудь уступ храма или выемка в неровной и низкой ограде, на которой можно опереться, какой-нибудь камень на солнце или в тени, на который можно присесть, а вдоль берега тянулась длинная полоса карликовых сосен. Всюду было место, где можно жить, жить в счастье и покое до конца дней своих, жить с книгой, с лодкой, с мечтой. Пароход причалил в Соренту. Несколько мальчиков прыгнули из барки в море, вода на миг замутилась, будто от радужной мыльной пены, потом снова обрела прежнюю идеальную прозрачность. От движения рук и ног ныряющих мальчиков вспыхивали искры, и загорались странные огоньки, которые струились сверкающей полосой до желтого дна. Оскар бросил несколько медиков. Они пошли ко дну, кружась и отсвечивая, как лепестки розы на ветру. За Соренту берег опустел, и пароход повернул на запад. Весь капри был на виду, от пунта дель Арчера до пунта дель Капо. Потом остров стал умоляться, сужаться, пока не осталось от него лишь немного скал до зелени. Кусок берега на таком расстоянии, что слышен был запах смолы и крики женщин, отвязывающих лодки. Баулы, чемоданы, тюки сносили на лодке, перевозившие пассажиров на сушу. Женщины брали их из рук гребцов, клали на голову и поднимались в гору, как шеренга кариатит, позолоченных льющимися с запада лучами. Ничего другого не оставалось, как сойти вместе с прочими. Простое это дело было не менее трудным, чем взвалить себе на плечи земной шар. Снизу из воды донесся голос, напоминавший стон. — Синьор, перламор ди дио, синьор, ради бога. Старый рыбак махал шляпой и умолял своими светлыми ясными глазами. Оскар сбежал по сходням и вскочил в его лодку. Наверх в город повезли его дрожки, ехали отлогим серпантином вдоль лимонных садов и прикрытых соломенными матами виноградников и остановились у отеля Пагано, где как раз зажигали лампу над входом. В зале ресторана столы уже были накрыты к обеду. Оскар сел за маленький столик недалеко от двери. После третьего звонка вошли несколько мужчин. Один из них, увидев одинокого посетителя, с минуту смотрел на него, потом шепотом что-то сказал товарищам. Под давлением пяти или шести пар глаз Оскар склонился над белой чистой скатертью, на которой не нашлось ни крошки, чтобы дать занятие беспомощным его рукам. Он поднял голову, когда услышал, что сеньор Пагано весьма учтиво что-то говорит ему, выписывая круги и завитушки странного непонятного красноречия. Но оно только сперва показалось непонятным. Уальд не перебивал, как бы поглощенный желанием узнать, насколько красноречие итальянца отличается в этих делах от скудной изобретательности лондонских хозяев гостиниц. Пагано говорил, как человек латинской цивилизации, как потомок великой нации, омытой от всякой пошлости волнами тысячелетних приливов и отливов человеческой мысли. В его искусных оборотах вмещалось столько презрения к британским варварам, что Уальд, вставая из-за стола, подал ему руку и невольно произнес «Грация, сеньора! Благодарю, сеньор!» Заходить в рестораны он уже не пробовал. Углубившись в улочке итальянского города, купил по дороге немного колбасы, сыру, хлеба, бутылку вина, и, идя по направлению отдаленного шума, вышел к морю в том месте, где оно неутомимо обтачивает скалы Форальони. Ночь была очень теплая. Когда Оскар запрокинул голову для последнего глотка вина, он увидел кончик луны, выглядывавший из-за Монте-Тиберио. В обществе таком, каким мы его создали, для меня не будет места. Но у природы, чьи ласковые дожди льются равно на правых и на виноватых, найдутся расщелины и скалы, где я смогу укрыться, и потаенные долины, где я смогу выплакаться в тишине и без помех. Она зажжет звезды на сводах ночи, чтобы я не заблудился во мраке, и пошлет ветер развеять следы моих шагов, чтобы никто меня не нашел. Она омоет меня в своих обильных водах и исцелит горьким зельем. Аскарбе с конца повторял эти фразы, упиваясь их ритмом. Радостно и тревожно было при мысли, что так буквально осуществилось то, о чем он писал в своем тюремном послании. Он снял шляпу, чтобы ветер, увлажненный росой разбивающихся волн, продувал его волосы. Лежа на камнях, он не чувствовал ни их твердости, ни тяжести тела, которое стало легким в объятиях жаркой, невысказанной надежды. Между ним и миром все порвано, и отныне все, что может с ним случиться, будет происходить на какой-нибудь далекой, необитаемой звезде. Столько есть звезд, которыми можно завладеть, дав им имя, дав им душу, дав им слово. Он почувствовал, что близок к великому прозрению, к ослепительному откровению, в котором заключит всего себя, объяснит всю красоту мира, и, воспрянув из глубин своего бессилия, он простерся ниц, подобно белой странице, готовый принять тот текст, который угодно будет начертать перстам Господним. Заря рассеяла благодать ночь. Оскар встал, окоченевший дрожа от холодной сырости. Лицо было опухшее, под глазами синяки. Он возвратился в Неаполь, оттуда, нигде не задерживаясь, поехал в Париж. Отель Марсолье на улице с тем же названием, спрятанный позади французского банка, в первые ночи лишал его сна. Воображение, занятое подсчетами своей нищеты, угадывало за соседними стенами, заведневшимися напротив зарешоченными окнами шелест банкнот, звон металла и таинственную дремоту золотых слитков, лежащих где-то в глубоких подвалах. Слепые очи матовых стекол в нижних этажах задевали Оскара как личное оскорбление. Это было в стиле Дугласа, который писал, «Ты напоминаешь мне, что я обязался покрыть расходы в пятьсот фунтов на процесс против моего отца? Не спорю, это долг чести, но так как большинство джентльменов не платят долгов честь, ты не вправе сетовать на меня за то, что согласуется с общепринятыми обычаями». И так оставалось лишь брать взаймы да попрошайничать у друзей. Долги были делом достаточно обычным, к ним он привык со студенческих лет, но тогда он занимал в счет открытого будущего, ни у кого не хватало духу из-за десятка другого фунтов выбросить на улицу приятного, многообещающего юношу. Теперь же сорокалетний седоватый мужчина, который вечером проходил крадучись мимо гостиничной конторы, оставляя за собою запах абсента, не внушал доверия. На улице Марсулье господину Себастьяну Мельмоту сказали, чтобы он не возвращался, пока не принесет деньги. Через несколько дней пришел от его имени господин Дюпуарье, хозяин отель Дальзас, на улице изящных искусств, уплатил по просроченным счетам и забрал вещи своего постояльца. Дюпуарье нашел Оскар просто на улице. Он знавал писателей еще во времена славы. В нескольких отелях и кафе, где он когда-то служил, ему не раз случалось восхищаться этим изысканным, учтивым джентльменом. Он был счастлив, что может предложить Уальду приют под своим кровом. В его пятиэтажной гостинице нашлись две комнаты первого этажа, небольшая гостиная и еще меньшая спальня, оклеенная желтоватыми обоями с нелепым рисунком, обставленные мебелью под красное дерево. Гордостью господина Дюпуарье были стоявшие на камине позолоченные часы с маленькими мраморными колоннами и орлом императора, накрытые стеклянным колпаком и уже много лет не замечавшие течение времени. 13 февраля 1898 года появилась наконец баллада Рейдингской тюрьмы. 30 экземпляров на японской бумаге по одной гинеи и 800 экземпляров на голландской бумаге Ван Гельдер по полкроны без названия и адреса издательства. Автор подписался С-33. Через 10 дней вышло второе издание с некоторыми изменениями в тексте. Тысяча экземпляров. Третье в начале марта было предназначено для библиофилов. 99 экземпляров рукою самого издателя пронумерованных красными чернилами и подписанных автором. Переплет был из красного холста в правом его углу тисненный золотом рисунок Карла Рикетса. Из сердца растет роза на фоне стилизованных листьев. Одновременно вышло четвертое издание 1200 экземпляров и несколько дней спустя еще тысяча как издание пятое. Английские критики, не догадываясь, кто скрывался за подписью С-33, объявили, что уже много лет не появлялось ничего подобного, что баллада принадлежит к шедеврам английской литературы, что она напоминает прекраснейшие строфы Софокла. Когда же выяснилось, о ком идет речь, было уже поздно отступать. Фамилия Уальда появилась в скобках рядом с криптонимом лишь в седьмом издании в июне 1899 года. 24 марта 1898 года газета Daily Chronicle напечатала письмо о жестокостях тюремного режима в Англии. Заглавие письма было «Не читайте этого, если хотите быть счастливыми», а подпись автор баллады Редингской тюрьмы. Письмо, написанное в связи с реформой, разработанной министром внутренних дел и обсуждавшейся в парламенте, заканчивалось словами. После всех перемен останется еще сделать многое, и первой задачей, возможно, самой трудной будет сделать людьми начальников тюрем, цивилизовать надзирателей и привить христианское учение капелланам. Дорога из тюрьмы казалась Уальду тропою святого Франциска Осисского. Четыре остановки сделал он на ней Де Профундис, письмо о надзирателе Мартине, баллада Редингской тюрьмы, второе письмо о тюрьмах. Дальше не пошел. Тропа смирения, раскаяния, сострадания, неведомых прежде восторгов, минут сосредоточенности у подножья покинутых святынь внезапно исчезла в шуме парижских бульваров. Не осталось от нее ни малейшего следа, самой малой приметы, чтобы можно было на нее вернуться. Впрочем, после отъезда из Бурневаля Уальд жаждал возвращения в совершенно иные края. Когда появилась в печати баллада, лондонские улицы в его мечтах стали ближе. Он снова видел себя на пьедестале, окруженном людьми, ловящими его слова. Экземпляры баллады он разослал парижским писателям, как плату за возвращение ему утраченных прав гражданства. Теперь он появлялся в их обществе, сидел с ними у Пуссе на бульвар де Эзетельен. В разговоре воскресал прежний его блеск, но вдруг он мрачнел, глаза наполнялись слезами, он начинал жаловаться на голод и нищету, даже если это было после обеда у Паяра. Рассылал друзьям отчаянные письма, где говорилось о самоубийстве. Из Генуя пришло известие о смерти Констанции. Ее похоронили на тамошнем Кампо-Санто. В надгробной надписи было упомянуто лишь то, что она была дочерью королевского советника Горацио Ллойда. От ее семьи Уальд уже не мог ждать никакой помощи. Был только один выход писать, и сам он знал, и все ему это повторяли, что достаточно сочинить новую пьесу, и к нему вернется прежнее благосостояние. Сколько раз, вдруг увлеченный этой мыслью, он со всех ног бежал к ближайшим дрожкам, просил ехать на Рю-де-Боссар, врывался в свою квартирку, выпроваживал добрейшую госпожу Дю-Пуарье, у которой всегда были для него какие-то новости, и, позабыв снять пальто, шляпу, искал бумагу и перо. Но именно в эти минуты всегда чего-то не доставало. На столе, на стульях, на полу валялись книги, старые газеты, полуразрезанные журналы, носки, белье, трости, все это падало, путалось под локтями, в комнате поднималась пыль, окна не давали света, лампа коптила. Издушные мглы и беспорядка вырастали картины прошлого. Комнаты на Тайд-стрит, виллы в Тор-Ки, Горинги, Уортинги, номера в дорогих гостиницах, удобная мебель, прекрасная пищая бумага, даже бедные комнатки на Солсбери-стрит виделись в чарующем свете. Тогда были открыты все врата, все вершины были доступны. Наедине со своей памятью, глядя в зеркало, которое под толстым слоем пыли представляло его отражение, сглаженном и гораздо более привлекательном, словно и оно возвратилось в прошлое, Оскар как четко перебирал былые триумфы и нынешние беды, и ничем не мог заполнить лежавшие перед ним страницы, кроме как слезами. В конце концов он вскакивал и убегал из дому. Парижские улицы освобождали его от гнетущего одиночества. Там находил он настоящий свой приют в толпе, в меняющемся и бесчисленном множестве людей. Это теперь было его домом, его семьей, и он так проникался извечной красотой движения, целительной гармонией уличного шума, что просто рассматривал как свою собственность тысячи экипажей, которые обрызгивали его грязью и открывал им путь к счастью своей улыбкой, точно речь шла о собственном его счастье, точно с их движением приближались к нему дни, которые когда-нибудь должны наступить снова. Час разлуки с городом всегда был для него болезненным, наступал внезапно, как непредвиденное горе. В последних прибежищах ночи он еще грелся у самых малых огоньков и, наконец, возвращался к своим неубранным комнатам, к незасланные постели, к бальзаку в издании за шестьдесят сантимов, где он искал уже не Люсьена де Рембампре, чувствуя, что все более приближается к барону Юло. В конце 1898 года Фрэнк Харрис увез его из Парижа на юг. Остановились они в Ланапуль, в двенадцати километрах от Канн, в небольшом отеле, глядящем на море сквозь редкий сосновый лес. Когда сели обедать под большим зонтом невдалеке от моря, Оскар испытал невыразимое блаженство, которое, вроде благоухания, исходит от некоторых мест, будто созданных для отдыха и остающихся в памяти полосой голубого света. Целыми днями он сидел у моря, катался на лодке, разговаривал с рыбаками, возвращался ночью при дружеском безмолвии луны. Читал Вергилия. Ему хотелось написать балладу о молодом матросе, песню свободы, веселья и поцелуев. Казалось, как легко собрать воедино улыбки моря, вздохи ветра, солнца и облака молодой радостной души. Стихи прямо трепетали на губах. Он был совершенно уверен, что для этого достаточно будет одного вечера тишины, и покамест принялся сочинять комедию. Действие происходило в сельском замке с бастенами времен Тюдоров, с павильонами в стиле королевы Анны, со стрельчатыми окнами и ветхими башенками, одном из тех, какие он видел во времена, когда недоступные эти крепости открывались пред его победительной удачей. Харрис был в восторге от каждой сцены, которую ему рассказывал Уальд. Потом возникли замыслы библейских драм, о них он думал еще в рейдинге. Фараон был подобен синей тени на желтом песке, Ахав и Изавель урощевала, слушали проклятие Ильи. В конце зимы предполагалось найти время для новеллы о Иудии. Словно в погоне за большей яркостью воображения, Оскар нанимал экипаж и ехал в Канны. Там он усаживался в каком-нибудь из прибрежных кафе, более одинокий среди чужих людей, чем в своем укромном углу, где его знал каждый ребенок. Заглядевшись на искрящиеся море, он совершенно отрывался от своего времени. В колеснице под пурпурным балдахином ехал он вот уже несколько дней по белой прямой дороге, которая иногда круто вздымалась вверх, и тогда с высоты можно было видеть рассеянные в долинах селения, а когда дорога опять шла низом, оставалась лишь прохлада пробегавших по обеим сторонам садов. Рабы разгоняли пред ним толпу, повозки, мулы, люди пятились в стороны, слышались скрип, ржанье, крики. Потом он пересаживался в носилки и за полузадернутыми занавесками видел знакомые мраморные сооружения Рима, пестрый человеческий муравейник на форме, сияющие бронзой кровли императорских дворцов. На празднестве флорали ноги юноши с позолоченными устами плясали на улицах и набрасывали ему на шею цветочные гирлянды. Он беседовал с Петроньем под сенью старого мирта, одна ветка которого оказалась под согнутой рукой Дианы, достающей стрелу из колчана. И в их речах, разделявшее их время, текло и исчезало наподобие воды, не знающей ни границ, ни столетий. А потом он был изгнанником, жил под недоброй властью жестокого подозрительного владыки на Корсике, как молодой Сенека, или как красавица Юлия на Пандатрии, или на каком-нибудь острове Циклад, непрестанно тоскуя по иму. Вдруг раздался звонок подъезжавшего велосипеда. Это был Джордж Александр, директор театра Сент-Джеймс. Оскар поднялся обрадованно и даже прошел несколько шагов на мостовую, точно хотел его задержать. Но этот человек, который на комедиях Уальда нажил тысячи фунтов, отвернулся и быстро проехал мимо. В Ла-Напуль можно было обо всем забыть. Один за другим шли дни, будто нитью вытягиваясь из безоблачного неба чудесные голубые пронизанные солнцем. «Я теперь очень расстроен», писал он Жиду, «Ничего не получил из Лондона от моего издателя и сижу совершенно без денег. Видите, в какой степени трагедия моей жизни стала безобразной. Страдания можно, пожалуй, даже необходимо терпеть, но бедность, нищета, вот что страшно, это пятнает душу». Фрэнк Харрис, глядя на него из окна своей комнаты, в жизни бы не догадался, что этот человек за столом, уставленным фруктами и шампанским, пишет о страхах голодающего бедняка. А Уальд таким способом избавлялся от опасений, которые внушали ему в ожидающие взгляды Харриса. Ему казалось, что Харрис ждет его новой комедии, как тюремный надзиратель корзины с паклей. Заодно он старался утвердить свою нищету в памяти людей, которые когда-нибудь могут быть полезны. После отъезда Харриса Оскар переселился в Ниццу. Но там было слишком много англичан. Случалось, что он скрывался через боковые двери кафе, не успев что-либо заказать. Он навестил Сару Бернар, которая приезжала в Ниццу на гастроль, и актриса разыграла великолепную сцену плача и сострадания к бедному другу. Поехал было в Италию, но вдруг у самой границы повернул обратно и, составив план путешествия в Испанию, купил билет в Швейцарию. Туда он направился по приглашению некоего Меллора, знакомого Палана Пуль, у которого была вилла в Глане в часе езды от Женевы. Когда он в первое утро выглянул в окно, тусклый свет озарял пейзаж удивительно спокойный и почти бесцветный. Лишь вдоль горных склонов темнели янтарные полосы, да расцветали золотые розы меж складок белого покрова Монблана. В долине было озеро, от тумана серое и неподвижное, с густыми тенями прибрежных сосен. От этого зрелища он целый день заливался слезами. То была как бы чудом перенесенная картина Тернера, которая когда-то висела у Рёскина в Оксфорде. За обедом достойно похвал была лишь любезность хозяина. Вина подавали швейцарские. Через неделю вино исчезло. Его заменили пивом, которое тоже постепенно иссякло. И когда к концу третьей недели Оскар попросил вторую бутылку, Меллор отговорился дороговизной. Уайльд стал подумывать о бегстве. Он возненавидел Меллора, а с ним и всю Швейцарию. Отсылая корректуру идеального мужа, он писал в Лондон, «Швейцарцы отвратительны, в них нет ни формы, ни цвета, у их скота и то больше выразительности». При его отъезде Меллор со слезами просил остаться. Уайльд через Женеву возвратился в Париж. Маркиз Куинсбери умер. Лорд Альфред получил свою долю наследства, составившую пятнадцать тысяч фунтов. Он явился в Париж со свитой услуг, коммердинеров, грумов, егерей, завел в Шантильи конюшню скаковых лошадей, каждую неделю нанимал другую виллу, разрывал подписанные контракты. Казалось, Париж ему тесен. В течение одних суток его видели в стольких отелях, ресторанах, мюзик-холлах, точно он обзавелся двойниками. Оскар принимал участие во всей этой суете. Выбирал в магазинах мебель, терпел даже цыганский хор, веря, что начинает новую жизнь. Бози, конечно же, назначил ему годовую ренту, вначале фунтов двести или триста, а потом ее увеличит, когда женится на американской миллионерши. По каменству Альдо перепадали небольшие суммы, но мысль о ренте не давала ему покоя. Он намекал на это при каждом удобном случае, а когда у самого не хватало смелости, подсылал друзей говорить с Альфредом. В конце концов, Дуглас обозвал его старой шлюхой и не пожелал даже слышать о нем. Уальд духовно сник, словно под непосильным бременем. Он чувствовал гнетущую усталость, которую вселяет мысль о загубленном, бесполезном прошлом. начинал понимать, что всю жизнь усердно трудился над тем, чтобы испортить себе последние годы. Я глубоко убежден, писал он Россу, что всякое сожаление о прошлом бессмысленно, ничто не могло сложиться по-иному. Жизнь ужасная штука. Судьба обретала окончательную определенность. То, что еще тлело в Уайльде, питалось непогасшими искрами суетности, страстной любовью к миру, а если бы и этого не стало, его поддерживало бы упрямство, которое порой скрепляет нити существования, казалось бы, в конец уничтоженного и даже может породить новые иллюзии. Впрочем, у него теперь все было непрочно. Все проносилось будто через пустоту, расплывалось в необычайной подвижности впечатлений. Он снова был весел, изобретал сотни способов вытянуть у Альфреда хоть несколько фунтов, незнакомых держал на дистанции прежней своей славы, перед друзьями лил слезы. При каждом прощании, когда надо было занять десять франков, появлялась на свет история о каком-то ничтожном, лишенном воображении человек, который его оттолкнул или обманул. Это мог быть Дуглас, Росс, Шеррард, Жит, кто угодно. Уальд жаловался, что болен, что нет денег на стакан молока, что его выбрасывают из отеля, и, затерянный в Париже, занятый постоянным бегством от одиночества, он возвращался ночью всегда с пустым карманом, не помня, где и на что, расшвырял деньги, порою немалые. Снова появился Мелор и предложил ехать в Италию. Отправились в начале апреля 1900 года, неделю провели в Палермо. Оскар ежедневно ходил в собор. По пути в Рим его еще раз приласкал Неаполь и запечатлел на его бледном лбу последний свой солнечный поцелуй. Пасхальные дни в Риме опять привели его на порог церкви. Уальт не пропускал ни одной возможности увидеть папу. Несколько раз получал его благословение, преклонив колено на плитах собора или на площади Святого Петра. Он обещал себе приехать туда опять следующей зимой. Давал себя фотографировать на римском форуме, на Капитолии, у статуи Марка Аврелия на Кверинале. После возвращения в Париж иллюзии рассеялись. Долго ли еще мир будет кормить его? Но раз уж он решил держаться за жизнь, пусть не имеющая никакого смысла, нечего было раздумывать над выбором средств. Он брал авансы за комедию, которую собирался вскоре закончить, составил план пьесы, набросал несколько персонажей, сделал с рукописи десятка-полтора копий и продавал их каждому, кто подвернется. Смитерс, издатель его драм, дал ему сто фунтов. Столько же заплатила миссис Браун Поттер, Гораций Седжер, три, Ада Роан, Кирле Белью, мисс Нетерсол и Джордж Александр, с которым он после случая в Каннах примирился. В разное время покупали этот сценарий за большие или меньшие суммы. Наконец, Фрэнк Харрис дал ему пятьдесят фунтов и сам написал всю пьесу. Было не так-то просто успокоить всех кредиторов. Оскар и слышать ни о чем не хотел. Если бы, мол, не вмешался Харрис, можно бы еще несколько лет продавать этот набросок и даже поехать с ним за границу в Германию. Пьеса «Мистер и миссис Давентри» была включена в репертуар. Уальд был возмущен. Он никогда не допускал, что Фрэнк всерьез возьмется за эту работу. Фрэнк не имел права. Бесспорно будет провал. Театр нельзя поручать любителям. Сцену надо знать. Это нелепость, Фрэнк, чистая нелепость. Ты никогда не ходишь в театр и воображаешь, будто так легко написать пьесу, чтобы она имела успех. Я-то всегда любил театр, бывал на каждой премьере, театр у меня в крови. Комедия имела огромный успех. Разошелся слух, что настоящий ее автор Уальд. Хотя в ней не было и двух фраз им написанных, рецензенты узнали в каждом обороте перо Уальда. Даже кончина королевы Виктории не отразилась на интересе публики. Было сто тридцать спектаклей. Каждую неделю от Аскара прибывало письмо с требованием Тантье. Харрис не отвечал. Уальд полагал, что его ограбили, отняли у него то, что он называл своей пьесой, и теперь он умрет с голоду. Выходя в полдень из дому он направлялся в морг и разглядывал тот страшный катафалк, на который кладут безымянных покойников. Возле него стало пусто. По вечерам он заглядывал в окна дорогих ресторанов, бродил под дверями Паяра, Фойо, Мэра, Возена, Дурана, в надежде встретить кого-либо из прежних друзей. Потом возвращался в латинский квартал, где были заведения для него доступные. Он уже не мог быть переборчив. Общество из нескольких студентов и грезеток вполне его удовлетворяло. Он собирал их за столом, уставленным стаканами, и когда они склоняли к нему голову, шептал, будто поверяя тайну. Знаете, абсент — единственный в своем роде напиток. Он ни на что не похож. В его опаловых тонах есть нечто от тех дивных нюансов, какие бывают на юге в часы сумерек. Он приправлен соблазнами необычных грехов. Он крепче всех напитков. Он пробуждает в человеке подсознание. На нервы он действует, как изощренная жестокость, как факелы нейрона. Он меняет краски наподобие тех драгоценных камней, цвет которых изменяется на солнце. Он «Оскар» отпевал глоток, прищуривал глаза. «Восхитительно!» говорил он, делая акцент на втором слоге этого французского слова. Он рассказывал старые свои истории, повторял давние разговоры, вынимал мятую и стертую фотографию красивого юноши. «Вот, настоящий Дориан Грей!» говорил он. «Я повстречал его год назад в Риме, смотрите, те же глаза, волосы, брови. Этот человек не существовал бы, не напиши я своей книге». Случайные слушатели знать не знали, о какой книге он говорит. Он зажигал перед ними яркие огни своих парадоксов, и убогий кабак превращался в салон времен его блеска. Он рассказывал, кем он был, как приятно звучали для всех три слога его имени и фамилии, какие двери открывались перед его славой, говорил о лордах, герцогах, герцогинях, о великих писателях, что были его друзьями. Они целовали мои сапоги, а теперь не узнают меня, о дивных цветах, которые он носил в бутоньерке, о необыкновенных кушаньях, которые бывали на его столе. Подперев голову руками, студенты слушали его молча, устремив взгляд куда-то выше этих видений, к далекой туманной линии горизонта их собственного будущего. грезетки вздыхали, не смея словом молвить в присутствии этого толстого великана и, не понимая, что за таинственная связь существует между его нечистым воротничком, потертым сертуком, засаленной шляпой и манерами большого барина, каждое движение которого у местного дворца. Они слушали и удивлялись. Нет ли у кого-нибудь из вас желтого атласа? Десять, двадцать метров, обить комнату. Мне нужен желтый атлас. При взгляде на желтый атлас меня оставляет грусть, я становлюсь веселым, радостным. Чтобы я мог писать, мне нужен желтый атлас. И еще мне нужны львы в золотых клетках. Это ужасно. Львы больше всего любят человечье мясо и золото, а им никогда не дают в досталь ни того, ни другого. У одного друга Эфрусси была позолоченная черепаха с вставленными в панцирь изумрудами. Мне тоже нужны изумруды, живые драгоценности. Его отводили домой. Асфальт под ногами казался ему текучим, как вода. Здоровье ухудшалось. Появились пятна на теле, которые временами исчезали, а в послеобеденную пору сильно увеличивались. Слабое щекотание в этих местах переходило в мучительный зуд. Ему запретили пить, предписали диету. Через несколько дней начались невыносимые боли в ухе. Доктора установили, что это нарыв и сделали операцию. Все расходы оплатил хозяин отеля, дюпуарье, который не отходил от больного. Вызванные телеграммой приехал Роберт Росс вместе с романистом Реджин Рональдом Тернером. Оскар, очень ослабевший, приветствовал их улыбкой. Он шутил над врачами, над собственной болезнью, но когда Росс вспомнил, что нынче его день рождения и пожелал ему долгих лет, он возразил «Нет, Робби, я уже не переживу нашего века, уйду вместе с ним. Мы были созданы друг для друга, а будущему столетию я не мог бы дать ничего нового». Оба друга проводили с ним все дни, даже обедали и ужинали в его комнате. Через две недели он начал вставать. Одетый, он имел еще более жалкий вид, чем в постели, постарел и схудал. Вышли в город, Росс вел его под руку. Едя по Рюде Босар, Оскар останавливался перед каждым магазином, в витринах которого висели репродукции знаменитых картин, и удивлялся, что есть несколько совершенно ему незнакомых. Они зашли в маленькое кафе напротив пантеона. День был серый, с нежно-сером парижским небом. Оскар выпил стакан абсент. Вернувшись в отель, он чувствовал сильную усталость, а на другой день проснулся с насморком и резкой болью в ухе. Но последний день октября был так хорош, что у почтенного доктора Такера не хватило духу держать его дома. Наняли дрожки и поехали в Булонский лес. По дороге Оскар несколько раз высаживался, чтобы выпить рюмку коньяку. «Ты же знаешь, это для тебя яд», говорил Рос, «ты просто себя убиваешь. А зачем мне жить, Робби?» Но, видя печаль друга, обнял его одной рукой. «Довольно. Я уже надоел миру, англичане меня терпеть не могут, французы тоже сыты по горлу, и виноваты в этом англичане. Выставка не удалась. Англичане, которые приехали на выставку, увидели, что у меня еще есть во что одеться, что я не издох с голоду, они обиделись и уехали. Если дальше будет так продолжаться, газета объявит меня врагом страны и будут требовать, чтобы меня выслали из пределов Франции». Он уже не мог оторваться от мысли о смерти, хотя не похоже было, чтобы он думал о ней со всей прямотой, размышлял о ней до последнего дня жизни, даже в утро последнего дня. Как-то он стал рассказывать сон, в котором он видел себя среди умерших, ел и пил в их кругу. «Уверен», сказал Тернер, «что ты был жизнью и душой этого пира». Когда в день всех святых Росс вернулся с кладбища Перла-Шес, Уальт спросил, выбрал ли он там место для него, и начал сочинять себе эпитафию. «Робби», улыбнулся он, «мне бы надо иметь большую гробницу из парфира, чтобы и ты там когда-нибудь почил. А как зазвучит труба страшного суда, я перевернусь и шепну тебе на ухо, притворимся, Робби, будто мы не слышим». Вдруг он помрачнел, стал жаловаться, что оставляет после себя долги, просил Россу платить хозяину отеля. «Я умираю, как жил, непосредством». Росс написал об этом Дугласу, который охотился в Швейцарии. О состоянии здоровья Уальда он сообщил в успокаивающих тонах. Бози ответил обратной почтой и предложил чек на десять фунтов. Уальд, который в тот день принимал морфий и выпил бутылку шампанского, расплакался как ребенок. Появилась надежда на выздоровление. Во всяком случае, пока что опасений не было. Росс собирался отвезти свою мать в Ниццу. Когда он пришел проститься, Оскар попросил Торнера и Сиделку оставить их одних. «Не уезжай, Робби», умолял он, схлипывая, «Ты не знаешь, как я болен. Я чувствую в себе смерть. Если уедешь, я больше никогда тебя не увижу». Росс счел это нервным возбуждением, успокоил его, как мог, и оставил на попечении Торнера. Две следующие недели все шло к лучшему. Внезапно 26 ноября Оскар лег в постель, жалуясь на большую слабость. Казалось, ему трудно говорить. Он был раздражен, бронил Сиделку, прислугу, Торнера, такими словами, каких никто никогда от него не слышал. Есть ничего не хотел, потом начал бредить то по-английски, то по-французски, пытался встать, врывался, пришлось его уложить силой. Доктор Такер созвал консилиум. На вопрос Торнера он ответил почти резко, чтобы скрыть собственное волнение. Гумозный менингит. Доктор Такер попросил Торнера и Депуарье подписать заключение консилиума. Это необходимо, сказал он. Пусть его сыновья знают, что у него был надлежащий врачебный надзор. Росс не сразу поверил телеграммам Торнера. Когда же наконец приехал, лицо Уальда было истинно бледным, дышал он тяжело, говорить не мог и только следил глазами за входящими. На вопрос Росса слышит ли он его, понимает ли, Уальд приподнял руку. Росс привел священника. Случай был трудный. Получить разрешение епископа уже не было времени, пришлось удовольствоваться свидетельством Росса, который принес клятву, что Уальд уже много лет имел намерение принять католичество. Отец Кадберт Дан из ордена английских пассионистов еще колебался. Засунув руки в рукава Риасы, он всматривался в движение пальцев, которыми больной отвечал на вопросы присутствующих. «Если ты способен, если ты достоин», перебирал он в уме формулы условного отпущения. На него смотрели расширенные, но спокойные глаза. Они скользнули по палию, по фиолетовой епитрахили, вдоль Риасы, до ног в сандалиях. Монах не увидел в них ни тревоги, ни сопротивления. Он принял безмолвный этот взгляд за согласие, щедро наполнил его знанием веры, раскаянием, всем, что нужно, дабы войти в лоно Вселенской Церкви. Дюпуарье поставил у кровати накрытый белой салфеткой столик. На нем два подсвечника и между ними распятие. Рядом на серебряном блюде лежало несколько комков ваты. Вынув из подсвечника свечу, отец Дан вложил ее в руку Уальда. Дрожавшие пальцы не могли ее удержать. Несколько капель воска упало на одеяло, но дюпуарье, наклонившись над больным, подхватил свечу и не дал ей выпасть. Священник прочитал символ веры согласно Булли Пии Четвертого, а Рос, стоя на коленях, держал руку Аскара на Евангелии. Закончив, отец Дан с минуту прислушивался, точно ожидая ответ, Рос, не сводя глаз, с друга сказал, «Тогда поможет мне Бог, насмилуется над Тобою всемогущий Господь, и, простив грехи Твои, поведет Тебя в жизнь вечную. Аминь». В глазах Аскара появилось вполне сознательное любопытство. Руки соединились и пальцы переплелись, как для молитвы. После чтения индульгенции священник отпустил ему грехи и осенил благословляющим крестным знаменем. Больной глубоко вздохнул, попробовал улыбнуться, но лицо его вдруг застыло. Рот резко сомкнулся. Все отошли от кровати, пропустив к ней сиделку. Причастие он не мог принять. Когда больной успокоился, отец Дан приложил к его губам распятие, окропил его святой водой, вселяя надежду псалма, гласящего, что станет он белее снега. Наконец, прочитав молитвы, монах открыл сосуд с мирром и, погружая в него большой палец, помазал глаза, уши, ноздри, уста, ладони, ступни, дабы простились ему грехи, которые он совершал всеми пятью чувствами. После чего, шепча молитву, отер пальцы о вату, бросил ее в огонь камина и омыл руки в воде, в которую Дюпуарье всыпал щепотку соли. После ухода священника снова наступила тишина, наполненная мелкими осторожными шорохами. Оскар собрал остаток сознания под прикрытые веки. Когда же опять открыл глаза, началось медленное отплытие от берега. Оклеенные желтыми обоями стены отдалялись, будто палевая земля. Мебель и люди становились все меньше, застилались туманом. Вдруг в глазах у него помутилось, будто закачался под ним корабль. От смертного холода пробежала дрожь, и в последний миг самосознания он почувствовал себя в чьих-то объятиях, которые подымали его вверх, несли. Наняли вторую сиделку, потому что одна не могла справиться. Росс и Торнер провели ночь в Эльзасском отеле на верхнем этаже. Их несколько раз вызывали, опасаясь, что наступает смерть. К утру больной начал хрипеть. Глаза не реагировали на свет. Изо рта текли кровь и пена. Около полудня хрипение усилилось. Оно напоминало скрип ржавого ворота. Росс взял Уальда за руку и почувствовал, что пульс слабеет. Внезапно дыхание стихло, грудь поднялась в глубоком вздохе, и тело распрямилось. Уальд скончался. Было два часа, без десяти минут, 30 ноября 1900 года. Час спустя, когда покойника обмыли и одели, а постель сожгли, Торнер рос, и владелец отеля отправились в мерью, оставив у Адра госпожу Дюпорье. Весь остаток дня заняла бесплодная беготня по учреждениям, которые не желали признать эту кончину под чужим именем. Рос, видя, что отождествление Оскара Уальда с Себастьяном Мельмотом не по силам французской бюрократии, обратился за помощью в английское посольство. Утром следующего дня явился врач умерших. Он отверг свидетельство доктора Такера, стал выспрашивать, не было ли здесь самоубийства или отравления, и, услышав про чужое имя, раскричался, что отошлет тело в морг. Умилостивленный завтраком и гонораром, он все же подписал разрешение на похороны. Рос тем временем сумел собрать и припрятать все письма и рукписи до мельчайшего клочка бумаги. Привели двух монахинь-францисканок, чтобы они бодрствовали при покойнике. Одна из них положила ему на грудь медальон с изображением святого Франциска и надела на шею ладанку. Руки его лежали на распятии. Среди свечи, цветов лицо Уальда глядело умиротворенным, только в уголках рта темнели точечки запекшейся крови. После краткого извещения в газетах явилось несколько парижских литераторов, две дамы в Уалях и множество англичан, записавшихся книгу под чужими именами. Рос целый день бегал по церквам, похоронным заведениям, цветочным магазинам, побывал в ратуше по поводу кладбища. Перед ним развернули карты кладбищ, перлашес, монмартре, монпарнас, указывая пальцем свободные места по соседству со знаменитыми могилами. Цены были очень высокие. Не менее дорогим было кладбище Пасси, а покупая место на кладбище Белевиль, надо было платить за красивый вид, открывающийся с самой высокой точки Парижа. В таком случае придется нам отправиться далеко за город, сказал чиновник и показал план кладбища в Банье, в далеком предместе за Монружем. Рос купил участок в два метра длиной и полметра шириной на срок в пятьдесят лет. В отеле он застал камнетесов, специалистов по бальзамированию, по сниманию посмертных масок. Он всех спровадил, дал уговорить себя только на то, чтобы останки засыпали негашеной известью, на случай эксгумации, если когда-нибудь удастся перенести тело на другое кладбище. Лорд Дуглас приехал на следующий день, в воскресенье, когда гроб был уже закрыт. В понедельник, третьего декабря, погода стояла дождливая, у отеля собралась небольшая кучка людей, стали считать и насчитали пятьдесят шесть человек. Процессия тронулась в девять часов. Первым шел за катафалком лорд Альфред Дуглас, держа в руке повязанный крэпом цилиндр. Некоторые принимали его за сына умершего. На отдельной повозке везли двадцать четыре венка, несколько было без указания имен. В массе живых и искусственных цветов выделялся лавровый венок от Росса, над ним раскачивались подвески венка Дюпуарье, и ветер то и дело разворачивал большую широкую ленту с надписью «Моему жильцу». Шествие остановилось в конце Рюбанапарт, гроб внесли в церковь Сен-Жермен-де-Пре, один из викариев отслужил за упокойную службу в капелле за главным алтарем рядом с гробницей Джеймса Дугласа. Привратник нервничал, тряс связкой ключей, просил экономить свеч. Громкий его шепот заглушал чтение молитв у алтаря. Было темно, лицо Рафаэлева архангела едва можно было различить. После службы отец Дан прочитал за упокойную молитву. Хор запел «Диас Ирае» «День гнева». Несколько человек осталось в церкви, так как оказалось, что экипажей всего три. У пересечения бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель присоединился четвертый с незнакомыми дамами. Когда проезжали Люксембургский сад, начался дождь. Под раскрытыми зонтами легче было скрыться, смешаться с уличной толпой. У обсерватории уже не насчиталось бы и двадцати человек. Дорога продолжалась полтора часа. После широких улиц и больших домов пошли бедные кварталы, которые за линией укреплений расползлись грязными улочками. Показались лавки с искусственными цветами для венков из фарфора, стеклянных бус, шелка. От закусочной несло запахом жареного картофеля, грязь стала более густой и желтой, люди шли по ней, склонив головы, будто в задумчивости, и почти неожиданно для всех показались за оградой деревья аллеи кресты. Здесь уже ничего не цвело, кроме названий аллей. Кладбищенский сторож указал возниц катафалка дорогу к пятнадцатому участку, расположенному между аллеями кленов, акаций, рябин и вязов. Мокрые от дождя кресты стояли среди черных голых деревьев. Здесь и там еще виднелись букет кувятших цветов, пучок бессмертников, истлевшие ленты на свалившихся венках. Смерть здесь была бедная, памятью живых неизбалованная, а чаще всего вовсе забытая. Могильщики еще не успели приготовить яму. Их лопаты выносили наверх запах сырой земли. Озявший от холода отец Дан говорил тихим дрожащим голосом. Его слова заглушил стук комьи в земли, падавших на крышку гроба. Поставив крест, у подножия уложили венки. Росс воткнул среди них табличку с фамилиями тех, кто был добр Куальду во время его заточения и в последние годы. Священника усадили в экипаж. Около двух оставшихся экипажей возникло минутное замешательство. Лорд Альфред Дуглас, ни с кем отдельно не прощаясь, лишь приподняв цилиндр, пошел пешком по направлению к городу. 1928-1929 годы Конец книги читал Евгений Терновский КОНЕЦ